В интернете на форумах по альтернативной энергетике часто обсуждается работа странных устройств типа трубки-ранки. Двигатели Виктора Шоу-Бергера, двигателя Клема, а также странной радиантной или негативной энергии в устройствах введения и других. Механика процессов в этих устройствах необъяснима с позиции классической физики. Работа такого простенького устройства, как вихревая трубка-ранки, изобретенная в 1927 году и предназначенная для сепарирования воздуха на холодный-горячий... ...холодный...горячий... ...до сих пор не может быть объяснена с позиции обычной газодинамики. И это действительно невозможно объяснить, рассматривая только механику вихря. Потому что вихрь лишь помогает проявить свойства заложенной материи. Суть же этого процесса в сепарации носит электрическую природу, а вовсе не газодинамическую. Нас долго приучали к пониманию электричества, как поток электронов в проводнике, и никогда толком не объясняли, куда электрон стремится и зачем. Обычность его объяснения сводится к нулевой фазе, или Земле, или другому полюсу. А почему? А что вообще такое воздух с позиции электричества? Диэлектрик? А диэлектрик – это что? Изолятор или носитель двух различных электричеств? Положительную и отрицательную. И если переносчиком привычного нам электричества мы считаем электрон, то кто в случае диэлектричества является переносчиком противоположных зарядов? Не позитрон ли? С позиции классической физики позитрон – античастица, и не может свободно находиться в материи. Но это – броня. Согласно гипотезе Большого взрыва, было создано одинаковое количество электронов и позитронов. Электроны теперь встречаются повсюду, а позитроны куда-то пропали. Но если бы позитрон не входил в состав материи, то материи просто не было бы. В вакууме электроны и позитроны всегда появляются и умирают парами. Так что же им мешает появляться парами в материи? Только законы, придуманные физикой? Интересно, а частицы об этом знают? Современное присутствие в материи электронов и позитронов вовсе не противоречит взглядам Альберта Эйнштейна или Поля Дирака, как теоретического первооткрывателя позитрона. Диэлектрик содержит электронный и позитронный заряд одновременно. Но тогда что делает вихрь в трубке ранки с воздухом, как диэлектриком? Он разделяет атомы и ионы на два потока в зависимости от преобладания заряда. Ведь принцип такого разделения заложен в природе свойств электрона и позитрона. Когда я открыл ткань мироздания, то пришел к пониманию, что в ячейках с центрами 4 и 6 должны находиться электрон и позитрон. Но это противоречило классическому представлению о возможности одновременно нахождения электрона с позитроном в материи. Ведь тут же произойдет аннигиляция, и они исчезнут. Однако в ткани мироздания ячейки электрона и позитрона проявляются только при наполненности их энергии. Без энергии эти ячейки лишь потенциальная возможность, подобно пикселам на мониторе вашего компьютера. Но даже при наполненности энергии они не обязаны взаимодействовать, так как всегда разделены перегородкой из ячейки пространства 5. Позже изучая работу трубки ранки, двигателя шоу-бергера и механику торнадо, я увидел, что эти две частицы постоянно находятся в материи и никакой аннигиляции не возникает. Разве что при особых условиях, например, при столкновениях. Но даже в этом случае происходит лишь выделение энергии в виде фотонов и фононов, а не уничтожение частиц. Как это происходит естественным путем в стенке торнадо, в виде необъяснимого наукоисвечения. Странным казалось и то, что свойства электронов должны были отличаться от позитронных не только зарядом, но и такими характеристиками, как положительная и отрицательная масса. Вот как на этом графике. Тогда я предположил, что эти две частицы могут быть противоположны во всем. И сделал вот такую таблицу их противоположных качеств. Из которой следовало, что позитрон должен иметь отрицательную массу и центростремительное ускорение, нести холод и тому подобное. Конечно, такие свойства позитрона казались слишком фантастичными. И потому захотелось найти подтверждение в классической физике. Под руку попался вот этот замечательный учебник «Основы физики» под революции Яворского и Пинского. В втором томе этого учебника, в разделе «Античастицы» я узнал, что когда в 1928 году Поль Дирак на основе теории относительности выявил наличие у электрона двух состояний энергии, положительной и отрицательной, как в этой формуле, то и масса у этих двух состояний электрона получилась положительной и отрицательной. То есть, если обычный электрон дружит с гравитацией, то назовем его «Антиэлектрон» дружит с гравитацией. Из этого сразу же следовало, что электрон с отрицательной массой под воздействием внешней силы должен получать ускорение противоположной действующей силы. Говоря просто, он не отскакивает, как мяч, а прилипает, как глина или жвачка. То есть, это часть свойств, которые я предположил в своей таблице. А если посмотрите на рисунок ткани мироздания, то увидите, что ячейка электрона сформирована гравитацией, черным, и электрическим полем, зеленым. В то время как ячейка позитрона сформирована слабой изомодействием, обладающим левитативными свойствами, желтым обозначенным, и вибрационным полем, то есть звуком, коричневым обозначенным, о котором ученые почти ничего не знают. Более подробно с этим можно ознакомиться в статье «Геометрия единого поля». По сути, электрон становится вихрем электрического поля, закрученного гравитацией, а позитрон становится вихрем вибрационного поля, закрученного гравитацией. Примерно вот так. Как в этих рисунках положительную и отрицательную Анну, нарисованных ясновидящими Чарльзем Литбитером и Анне Безант. В 1895 году, после того, как они занялись изучением строения атома, и обнаружили, что на самом нижнем плане атом всегда строится из двух частиц. По сути, это и есть электрон и позитрон. Дирак также предложил называть электрон с отрицательной энергией дыркой или позитроном. А после открытия Карлом Андерсом позитрона в космических лучах, было предложено переименовать электрон в неготрон, что ученый мир не принял. Но зато, по каким-то неизвестным причинам, научный мир понятия позитрона в электричество не ввел, а осей – ноль. А когда появились полупроводники с двумя носителями электричества, то ввели понятие дырки, опять же проигнорировал позитрон. Но в электронно-дырочной проводимости полупроводников мы видим странное обозначение N, P. Так что оно значит? Может все-таки негатрон и позитрон? Зато любой специалист по электронике будет вам упорно доказывать, что дырка не может быть позитроном, потому что она создается валентными электронами. Тогда как дырка, то есть ничто, может иметь заряд и эффективную массу. К тому же массу не постоянную, а переменную. И уж совсем забавно слышать, что дырка, то есть по сути античастица по отношению к электрону, создается все теми же электронами, хоть и валентными. Если же мы всего лишь допустим позитрон наш мир на равных правах с электроном, то сможем объяснить большинство тупиковых проблем физики. И в первую очередь разделение воздуха на холодный и горячий в трубке-ранке. Потому что при вращении воздушного вихря, атомы и молекулы, содержащие избыточный электронный заряд, будут отбрасываться к стенкам трубки по причине центробежных свойств электрона, унося при этом тепло. Смотрите таблицу. А молекулы и атомы с преобладанием позитронного заряда устремятся к центру, унося холод. Те же процессы происходят в торнадо и циклонах. Те же процессы использовал Виктор Шаубергер в своих двигателях. И потому так настойчиво обращал внимание на то, что воздух и вода биэлектрики. То есть он даже заменил приставку D на B, чтобы акцентировать внимание на важности двух разных носителей электричества. Но мир так этого и не понял. Никакого другого объяснения о работе трубки-ранки вы, господавчина, не придумаете, пока не признаете равенство позитрона и электрона в этом мире. Еще из этого следует о том, что воздух, разделенный в трубке-ранке, на положительный и отрицательный, должен проявлять свойства электрического тока. То есть если на выходе из трубки-ранки поставить правильные электроды, здесь и здесь, то получим электрический ток. О том, что электрон имеет центробежное ускорение, свидетельствует работа так называемого униполярного генератора. Правда, никто не учел, что из центра этого генератора выходит провод, уносящий позитроны. По этому признаку, униполярный генератор можно отнести к разновидности трубки-ранки в твердотельном исполнении. Похоже, те же процессы наблюдаются и у сверхъединичного двигателя клемма. Только здесь каким-то образом происходит смещение электрон-позитронного баланса в сторону увеличения электронов, из-за чего он сильно греется. Но, похоже, у гениального Виктора Шаубергера даже на этот случай есть подсказка. Цитата из книги «Энергия воды», страница 44. Во время утренних и вечерних заморозков опытные фермеры защищают свои сады, распыляя воду на железные или стальные пластины через систему парамагнитных форсунок, то есть железных. После этого вокруг крон немедленно повышается температура, приблизительно на 6 градусов. Вода, которая опрыскивает, не может смешиваться с воздухом окружающей среды, в котором присутствуют разноименные заряды, потому ее свойства не изменяются даже в самые суровые морозы. То есть это намек на то, что степень сродства к электрону выбранного материала будет влиять на позитрон-электронный баланс. В природе электрон-позитронное взаимодействие наиболее динамично проявляется в торнадо, но механизм его запуска немного иной. Для начала нужно вспомнить, что Земля и тропопауза имеют различную концентрацию электронов, то есть вблизи Земли электронов очень много, но с высотой их концентрация резко падает, и это создает эффект конденсатора, где одной обхватой выступает поверхность Земли, а второй – сфера тропопаузы. То есть Земля имеет избыток электронов, а тропопауза – позитронов. Где-то примерно на этих высотах. В упрощенном виде механизм запуска выступают осадки в виде дождя или града, или даже просто сильные пары ветра на больших высотах. Все то, что может заставить устремиться к Земле поток воздуха, насыщенным позитронами. Посмотрите на эти фото, которые были сняты при зарождении торнадо. При этом навстречу холодному воздушному потоку устремляется струя теплого приземного воздуха, насыщенного электронами. Это приводит к формированию трубы из холодного воздуха, насыщенного позитронной энергией, и стержня из теплого воздуха, насыщенного электронной энергией. На стенках такой трубы наблюдается свечение, вызванное электрон-позитронным взаимодействием, так называемой аннигиляцией. Кстати, нечто подобное происходит в НП-переходе светодиода или полупроводникового лазера. На этой фотографии одновременно в кадр попали торнадо и молния, что наглядно показывает их электрическую природу. Только если молния – это мгновенный перенос электрической энергии, то торнадо представляет скорее электромеханический перенос по типу электродвигателя. Говорят, бывают случаи, когда торнадо образуется после удара молнии. Процессы, происходящие в вихрях, не только воздушных, но и водных, детально изучал, а потом использовал в своих устройствах Виктор Шаубергер. То, что он прекрасно понимал принцип разделения сред на носители электронных и позитронных зарядов, можно видеть из рисунка вот такого устройства, выполняющего ту же функцию, что и трубка ранки. Но Шаубергер пошел дальше других, так как уловил суть не только разделения биэлектрика на два заряда, но и адсорбцию электронов из рабочего тела с помощью так называемых катализаторов. Так, применяя в своих устройствах медь или покрывая серебром и золотом рабочие поверхности механизмов, он снижал концентрацию электронов в рабочем пространстве за счет поглощения вышеперечисленными металлами, имеющими повышенное сроство к электрону. Справочно, сроство к электрону – это показатель энергии, который нужно приложить к частице, атому, молекуле для удаления из нее электрона. Вот таблица сроства к электрону различных элементов. Уменьшение концентрации электронов приводило к снижению температуры носителя и повышению текучести. Так как повышение концентрации позитронов снижает реактивные свойства среды и повышает аттрактивные, или, как говорил Шаубергер, имплазионные. Поэтому в его трубах возникала сверхтекучесть. Если же использовалось незащищенное железо, то оно за считанные минуты покрывалось ржачной, как от недельной выдержки в воде, что еще раз подтверждает появление повышенной концентрации электронов вблизи рабочих поверхностей, вызывающих образование ионов, подобных кислотным радикалам. Также для цели снижения концентрации электронов в рабочем теле он ставил золоченые турбинки перед соплами так называемого домашнего генератора. Теперь уже я взялся обсуждать технологии Виктора Шаубергера, то расскажу о принципе работы еще одного его устройства, так называемой водной турбины, работающей на принципе имплозии, в отличие от общеклининных турбин, работающих на принципах реакции, отталкивания. Эта турбина, по заявлению ее автора, эффективнее обычных в полтора раза. В ней используется поток воды, предварительно закрученный в странной трубе и потом поступающий в турбину ножевого типа. Для начала я дорисую к этой турбине то, что Виктор Шаубергер не стал раскрывать в своем патенте. И что же теперь напоминает этот рисунок? Диполь, как его изображают в учебниках, или все тот же Анну. И если теперь это изображение вставить в ячейку 6 тканей мироздания, то станет понятно и предназначение этой странной коробочки, надетой на трубу. Она осуществляет энергообмен с ячейками 4, откуда берется избыточная энергия. Но возникает ряд вопросов. Как же это происходит в самой турбине, если она не окружена подобными ячейками? Как эта коробочка устроена и как вообще Виктор Шаубергер до нее додумался? Кстати, турбина домашнего генератора легко указывает на внутренний фрагмент диполя, или все того же Анну. Вообще-то мне очень интересно то, что Виктор Шаубергер каким-то образом догадывался о структуре ткани мироздания и пытался ее представить, о чем свидетельствует вот эта картинка. А созданный им механизм показывает, что он знал гораздо больше о механике энергообмена в мироздании, чем все его последователи. По сути, все, кто работал и работает с негативным и радиантным электричеством, в действительности работает с позитронной энергией. И для подтверждения этого покажу совсем уж откровенный рисунок Виктора Шаубергера. Поясняющий принцип работы деревянной трубы с медными завихрителями для перемещения руды в водном потоке. Здесь ясно показано, что водный поток в центре имеет один заряд, позитронный, а на периферии другой, электронный. В данном случае посеребренные медные завихрители не только задают вращение потоку, но и отнимают у него электроны, что сразу же сдвигает электрический баланс потока в сторону позитронов и тем самым создает левитационные условия для перемещения материала по центру трубы из-за чего эти деревянные трубы служили дольше железных. Читая книгу «Энергия воды» о Викторе Шаубергере, я легко понимал его философию, потому что она близка принципам, заложенным в ткани мироздания. Ур-энергия, которую он так часто упоминает в своих работах, это энергия руны ур, или по-другому урус. Вот что сказал об этой руне Кеннет Меддлз в своей книге «Магия рун». Ур – это потенциал, существующий внутри хаоса, пространство между двумя противоположностями, между космическим огнем и космическим льдом. Эту руну можно уподобить разряду электричества, выпрыгивающего между контактами электрической лампочки, когда вы включаете свет. Руна-Ур выглядит так. В ткани мироздания космическим огнем будет ячейка с центром 4, а космическим льдом – ячейка с центром 6. Линия 4-6 будет мостом между ними. А линии 4-3 и 6-7 подтверждают, что это мост между космическим огнем и космическим льдом. Продление линии 4-3 ниже указывает на сдвиг энергобаланса в сторону космического огня. В интернете вы можете найти фирмы серии «Секрет». Моим любимым является «Секрет 3». Я пересмотрел этот фильм раз в 30 с тех пор, как полтора года назад мне его завез один приятель, потому что каждый его просмотр вызывает прилив творческих мыслей. В этом фильме много говорится об электроне и его возможностях потенциального проявления в полях суперструн, как и в этом фрагменте. Но, к сожалению, ни одного слова о позитроне вы не услышите. Хотя ткань мироздания показывает, что поля суперструн предназначены для обеих частиц. Кванто-механика на самом деле является игрой и отображением потенциальных возможностей, волн информации, волн потенциального электрона. Слово «потенциальный» важно. Это не мир электронов. Это мир потенциальных положений электронов. Однако вам следует задать вопрос. На самом деле о волнах чего мы говорим? Какое поле порождает волны? Это океан, что ли? Нет, это все. Это океан чистой возможности, океан абстрактного потенциального бытия. Мы называем его объединенным полем или полем суперструн. Это то, из чего мы все сделаем. Таким образом, все энергетические процессы мироздания можно легко описать, используя в качестве модели ткань мироздания. Просмотр фильма «Хайджамп» навеял размышления о том, почему тарелки, атаковавшие американскую скадру, вылетели с-под воды и снова в нее прыгнули, и почему они летали бесшумно. Вопрос о том, кому они принадлежали, у меня не вызвал сомнений. Тот тип тарелок, который описан в фильме, явно немецкий. К тому же у них был мотив прогнать американцев из Антарктиды, угрожавших их базе, новой Швабии. Конечно, никому не хочется верить в то, что немцы смогли разработать эти технологии и довести до серийного производства. Ведь тогда как можно говорить о победе над врагом, если он в любой момент может безнаказанно надавать по шее? Поэтому, когда речь заходит об устройстве и работе немецких тарелок, то говорят, что они были вентиляторного типа, непригодны для работы под водой и, естественно, сильно шумные. При этом, даже двигатель Виктора Шоубергера выдают за такой же вентилятор и с удовольствием показывают, как он гоняет воздух. Посмотрите на этот эскиз тарелки. Где у нее вентилятор, а где вообще и сам двигатель? А где топливные баки? Может, их забыли дорисовать? Или может, в полу, толщина которого около двух метров, сравните высоту кабины пилотов и толщину пола. Они примерно одинаковы. Зачем вообще летательному аппарату пол такой толщины? Из чего он может быть сделан? Из металла? Из пластмассы? Может, бетона? Ведь даже если он пластиковый, то его вес никак не меньше 5 тонн. Зачем нужна такая тяжеленная конструкция в полете? Штриховка указывает на то, что это сплошное тело, а не емкости до топлива или чего-то еще. Причем используются два типа материала, опять же, судя по штриховке. Один и второй. А учитывая то, что креслицы пилотов на вид весьма хлипкие, они даже близко по надежности до самолетных не дотягивают, то можно считать, что серьезной перегрузки там не возникает. И как в таком случае объяснить сверхманевренность? Вспомню, что блюдце-белонце с двигателями Шойбергера во время испытательного полета за 3 минуты поднялось на 15 км, а потом развило горизонтальную скорость 2200 км в час. Попробуйте на современном лайнере за 5 минут подняться на 10 км и развить хотя бы 1000 км в час. В этом аппарате не использовался принцип реактивного движения с помощью вентиляторов или тому подобного, а было безинерционное движение. Все части аппарата практически на атомарном уровне двигались как одно целое, как одна заряженная частица. То есть, этот аппарат двигался на электрическом принципе, как одно заряженное тело, где использовались миллионы вольт. Тогда становится объяснима роль такого толстого пола. Он является изолятором, как в конденсаторе. А по форме он вообще напоминает обычный фарфоровый изолятор, который устанавливают на столбы. О том, что пол состоит из какого-то изолятора, свидетельствует вот эта картинка, где имеется толстая каучуковая плита. Вот это. Для изоляции. Естественно, что он предназначен именно для электроизоляции, а не шума или теплоизоляции. О том, что правильно произведенный электрический ток создает левитативный эффект, Виктор Шауэльбергер упоминает постоянно. И вот одно из его высказываний, помещенное в книге «Энергия воды» на странице 45. Самый простой эффект каталитических противоположностей, то есть прекрасно структурированных противоположностей, с внутренними свойствами межобвинения, при наличии тенденции тесной связи, может быть получен в процессе генерации электрического постоянного тока с помощью так называемых динамо с роторами из парамагнитного металла железа, никель, кобальт. Наоборот, если диамагнитные катализаторы используются в динамо, которые сконструированы противоположным способом, так называемые репульсаторы, тогда восходящее диамагнитное течение производится силой, которая называется левитация. Если процесс, связанный с развитием, производится в обратном порядке, то освобождаются супермощные гравитационные силы. В данном случае под диамагнитиками подразумеваются золото, серебро, медь, пластики, газы и тому подобное. Но главное то, что эта характеристика говорит в пользу атаки на американскую эскадру именно бесшумных немецких тарелок. В действительности, они должны шуметь, но в инфозвуке. А на странице 117 той же книги есть интересный рисунок в сравнении двух типов движения центробежного и центростремительного, в котором имеется указание на то, что центробежное движение создает шум, а центростремительное – тишину. Эти свойства близки к описанной мной в таблице в сравнении характеристик электрона и позитрона, что еще раз подтверждает электрический принцип ревитации в немецких тарелках, основанный на позитронной энергии, так как именно она отвечает за звук. О том, что в основе полета НЛО лежит электричество, постоянно упоминается в индийском трактате виманика шастра. Но использовать их рецепты получения электричества с помощью таких экзотических ингредиентов, как кости носорога, шкуры тигра, неизвестные кристаллы и металлические сплавы, помещенные в ослином очу или что-то подобное, как-то несовременно. Тогда как же это работает и откуда столько энергии? Здесь придется вспомнить о диэлектриках, не как изоляторах, но как носителях двух разных зарядов электричества. Тогда свойства какого диэлектрика использовались в немецких тарелках? Думаю, что в тарелках такого типа использовались два способа получения энергии из диэлектрика, точнее разделения их зарядов. Первый тип – это разделение диэлектрических зарядов воздуха в репульсивных шаубергера. Второй – извлечение потенциальных электрических зарядов из плотных диэлектриков типа абонит с использованием принципа электрофорной машины. Кстати, об этом же свидетельствуют кадры фирмы «Хайджамп», в которых показан рисунок принципа летательного аппарата, переданного контактерами инопланетной цивилизации. На заметку, чертеж аппарата получен аж в 1919 году, а первые испытания были проведены в 1922. При этом на рисунке есть подпись Виктора Шаубергера. Так что он же тогда этим занимался? Мне кажется, что да. В фильме говорится о том, что этот аппарат мог левитировать и менять вокруг себя структуру времени. На рисунке изображены три диска. Средний неподвижен, а крайний вращается в противоположных направлениях. При этом на них имеется что-то типа перемычек. Здесь и здесь. Но если принять это за подобие электрофорной машины, то перемычки скорее всего окажутся токосъемными щетками. Кстати, напомню, что электрофорные машины как раз и служили ранее для получения высоковольтных разрядов. На этом рисунке мы видим толстый вал по центру аппарата с насаженным на него устройством под цифрой 14. Вал устройства. Возможно, что это вал с токосъемной щеткой, а в движении он приводится плоским двигателем под цифрой 13. Вот этим. Вероятнее всего это один из вариантов репульсина. Кстати, подобные конструкции летательных аппаратов встречаются и среди индийских вымана. В этом случае снимался позитронный заряд, создающий левитативную силу. Этим позитронным зарядом наэлектризовалось все, что находилось на борту тарелки и поэтому приобретало позитронные свойства, такие, как центростремительное ускорение, позволяющие безинерционное движение. Вот еще рисунок интереснейшего варианта немецкой тарелки. В ней основной деталью является мембранная стрифуга, предназначенная для поглощения электронов из потока воздуха. Обогащенный позитронами воздух передает свой заряд стенкам летательного аппарата, что и создает левитативный эффект. Здесь еще следует обратить внимание на толстый слой изоляционного материала, вот здесь внизу. Вообще-то, детальное изучение одного этого рисунка с описанием работы репульсина достаточно для того, чтобы понять основные принципы технологий Виктора Шаубергера. И у меня вызывает большое удивление то, что ученые просто в упор этого не видят. Или не хотят видеть. Или им это не позволено. Это же подтверждает, что немцы достаточно хорошо разбирались в том, как сделать тарелку. И естественно, сделали. И запустили в серию. Так что американцы побили именно они. И значит, по всему миру чаще всего шныряют они же. Но ведь тарелки выныривали из воды. Как же под водой с электричеством? Как же они там перемещались? В книге «Энергия воды» упоминается о том, что капли воды, вылетавшие из одного из аппаратов Виктора Шаутбергера пробивали 4 мм стали или 40 мм бетона. Так ведь эти капли несли позитронный заряд. А Виктор Степанович Гребенников, летавший на своей платформе, рассказывал, что однажды потерпел аварию и упал на поле. При этом пробил земле яму, из которой с трудом выбрался. Но яма не была воронкой. Грунт из нее не был выброшен, а как бы просто съеден. Так ведь он тоже летал на электричестве. Правда, использовал для этого всего одну 9-ти вольтовую батарейку. Вот такого типа. И вероятнее всего левитировал с помощью позитронной энергии. А для наглядности того, как это работает, он привел вот эту картинку. Значит, позитронный заряд объекта позволяет дематериализовать материю по ходу движения. И подобную дематериализацию часто упоминает Виктор Шаутбергер. А как тогда тарелки в открытом космосе перемещаются? Кстати, немцы тоже хотели слетать в космос на Хонной Бу-3. Примерно вот такого типа. Тогда какой же принцип движения использовать в космосе? За что цепляться? Или от чего отталкиваться, если это не ракета? И вот здесь самое время вспомнить о ткани мироздания, в которой и происходит перемещение всех видов энергии, в том числе и любой материи, как разнодвигательности энергии. Вся наша материя по отношению к тканям мироздания так же плотна, как фотоны, вылетающие из монитора вашего компьютера по отношению к самому материалу монитора. Этим я хочу сказать, что ткань мироздания и есть тот самый эфир, в котором все появляется и исчезает, как на мониторе. И она состоит из того, что в миллионы раз плотнее любой материи. И все, что потребуется для движения в ткани мироздания, так это наполнить энергией те или иные каналы, а дальше произойдет как бы самодвижение. Энергетические каналы сами понесут материю с преобладанием той или иной энергии, как заряженные пылинки в электрическом поле или электроны в проводнике. Сюда, сюда, или вот так, и вот так. В данном случае носителями энергии выступают электрон и позитрон, имеющие четкую дипольную ориентацию, и потому от преобладания в потенциальных ячейках тканей мироздания электронов и позитронов будет осуществляться движение в одну или другую сторону. В данном случае позитроны вверх понесут, а электроны вниз. Ведь в открытом космосе далеко от планеты звезд рассчитывать на левитацию или гравитацию абсурдно. Только поля тканей мироздания служат там источником движения. Но в таком случае и само движение будет зависеть только от свойств конкретной материи или от воли того, кто управляет ее свойствами. Назовем его пилотом или оператором. Для меня большой загадкой остается вопрос, как немцы управляли этими аппаратами. Крутить руль или нажимать педали здесь недостаточно, ведь это техномагическое устройство. А в индийских трактатах говорится о том, что вимана управляется волей пилота, оператора, для чего даже предназначался специальный рацион из злаков пшеницы и тому подобному. В НЛО, упавшем в Корнуэле, инопланетяне применяли ментальные усилители, о чем писал полковник Корса. Лично для меня упоминание о наличии у пилотов НЛО ментальных усилителей является лучшим подтверждением того, что там действительно упал аппарат с пришельцами, а не высотный зонд или еще какая-то американская железяка. Потому что ментальные усилители можно наблюдать у индийских богов в виде различных корон и кокошников. у египетских богов, у шумерских богов в виде рогов. И даже у майянского пернатого змея наше есть что-то типа ошельника, вполне смахивающее на ментальный усилитель. Да и христианство без подобных устройств не обходится. Вот вариант простого ментального усилителя. Подобную корону носил бог Митро. Потом царь Соломон. Позже ее надели на статуи свободы. Зачем нужны ментальные усилители? Для ответа на этот вопрос нужно снова вернуться к фильму Хайджам. Эпизоду, где говорится о том, что аппарат, рисунок, который получили контактеры от инетонитян, не только создавал левитацию, но изменял вокруг себя структуру времени. Тогда возникает самый важный вопрос. Что же такое время и какую структуру оно может иметь? И вот тут никак не обойтись без этого упрощенного рисунка ткани мироздания. На нем структура пространства изображена красными ромбиками, а структура времени синими. Условно можно сказать, что на этом уровне размерности узлы времени расположены в центрах потенциальных положений электрона и позитрона. Здесь, 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 здесь. Из рисунка следует, что время так же трехмерно, как и пространство. И что в пересечении пучности времени и пространства этой размерности имеется некая структура, управляющая электрон-позитронным балансом. Вот в этом месте. И вот здесь людям, превышенным воспринимать мир механистически, бездуховно, нужно хоть раз в жизни задуматься, действительно ли наш мир создан случайно, из хаоса, или он сотворен, как программа для вашего компьютера. В понимании ведической космологии это место принадлежит мхагавану, то есть духу. Отсюда следует, что любыми энергетическими процессами управляет дух, который является частичкой Бога. И при этом находится не только в каждом атоме, но в каждом пересечении пространства и времени, от размерности планка до метавселенных. И в таком случае для управления энергиями нужно либо быть высокодуховным существом, либо как-то искусственно решать вопрос с их управлениями в обход духа, то есть за счет каких-то технологических ухищрений. Кстати, Виктор Шаутберг объясняет, что у греков слово технология означает обман ума. Вопрос нахождения ума и духа в ткани мироздания отчасти раскрыт в статье «Истинность Бахагавадгиты». На данном рисунке дух находится в центре пересечения энергии, пространства и времени. При этом время ведической традиции выступает параматмой, то есть душой. Кстати, в традиции майя время также считается космической душой, а ум занимает положение электрона в этом месте. В ведической традиции это место занимает бог Индра, являющийся повелителем чувств Индрияне. При этом ум в соответствии с Бахагавадгитой также является чувством, но главенствующим над другими, а оружием Индры является молния, то есть поток электронов. Две половинки человеческого мозга напоминают эту схему, только в мозге слишком редуцирован связывающий центр и шишковидная железа, которая располагается в этой части мозга и выполняет в нормальном состоянии связь со Вселенной по каналам пространства. по типу того, как модем связывает нас с интернетом. Так вот, по причине того, что ум, особенно логика, взял на себя функцию управления в ущерб интуиции и духу, то делать это он может только через усиление своей энергии с помощью технических устройств, работающих, к примеру, на резонансе, как этот прибор, который я разработал пять лет назад. понаблюдав за рисунками аннунаков на шумерских фресках. Принцип его работы объясняется просто. Если я сложу губы трубочки и думаю то вряд ли меня услышат далеко. Но если я добавлю резонатор и сложенную в коробочку ладоней, то этот звук будет слышен намного дальше. В обычном режиме работы человеческий мозг излучает около 25 Вт энергии в разных диапазонах. Но если добавить резонатор в виде полой трубочки с прорезями, то определенная частота значительно усилится. Так выглядит простейший усилитель ментальности, предназначенный для замыкания части энергии мозга на самого себя. Но чтобы усилить воздействие на внешний мир и снять информационную составляющую, нужно активировать шишковидную железу. Для чего лучше подходит прибор, который носит статус свободы, типа этого? Или этого? Так вот, либо у нецов были приборы для усиления ментальности, либо пилотами тарелок были люди с высокой духовной подготовкой, вроде тибетских монахов. На эту же мысль наводит и наличие такой скамеечки, вот этой, типа для медитации, вокруг центральной оси тарелки. И сравните ее с индийским рисунком. Здесь даже на голове пилота видим то ли цветок лотоса, то ли прибор, подобный ментальному усилителю. И поскольку при штурме Вестага среди трупов было найдено несколько солдат с явно тибетской внешностью, то вероятнее всего пилоты поставлялись из Тибета и думают, что они были в дефиците, за чего это оружие не стало массовым. Сомневающиеся в том, что электричество создает эффект левитации, могут поискать в интернете фильм «Двигатель для НЛО». В нем рассказывается об использовании эффекта Бифильда Брауна или летающего конденсатора. Вот здесь он летает. Этот эффект Томас Браун открыл еще в школьные годы и потом долго с ним экспериментировал, пока не сумел поднять в воздух летающие тарелки диаметром 90 см, после чего все было засекречено. Электролевитацией занимался Никола Тесла и, говорят, даже сделал летательный аппарат. Только ничего об этом в интернете не нашел. Зато попались разработки российского ученого Геннадия Федоровича Игнатьева, который, как говорят, повторил большинство опытов Николы Теслы. Вот башня Теслы, а вот башня Игнатьева. Он даже разработал аппарат для электролевитации, который поднимал 3 тонны веса. Этот аппарат сильно смахивает на двойную ваджру. Летательный аппарат богов, который заодно был их оружием. Правда, чаще встречается простая ваджра, которая прекрасно подходит под представление электрон-позитронной пары с перемычкой из ячейки пространства. Особенно, если, как это принято у буддийских монахов, позитронная ячейка, излучающая фаноны, заменена колокольчиком. К тому же при помещении простой ваджи в линию 4-5-6 на ткани мироздания становится понятно, почему она управляется волей пилота. Воля и дух находятся в пятёрке, в этой ячейке. Само же слово «воля» при его прояснении через генную лингвистику Геннадия Станиславовича Гриневича означает «основа причины и следствия силы». Двойная же ваджра замечательно укладывается в структуру ткани мироздания в центры 2 или 8. А египетские боги всё больше предпочитали путешествовать на лодках и ночью, и днём по телу богини неба Нут. Вот по телу этой богини. Или на линзовидных блюдцах, обвешившихся анхами. Вот блюдцы, вот анхи. Как это делает бок воздуха – шум. Или как на этом рисунке, он крайне справа, здесь. Опять же, на блюдце и с двумя анхами в руках, символизирующих захват левитационного поля Земли для активации позитрона. На этом рисунке можно видеть весь инструментарий для небесных путешествий. А этот рисунок интересен тем, что на нём богиня песенности Сишат поучает человека, как использовать электрон-позитронные взаимодействия для полётов. Опять же, видим блюдца и анхи. На самих же анхах также часто нанесены полётные атрибуты. И они прекрасно вставляются в ткань мироздания, так же, как и двойная ваджра. Подтвердение того, что за левитацию отвечают позитроны с их звуковыми свойствами, служит рассказ, помещенный в книге Дэвида Уилкока «Божественный космос», о том, как тибетские монахи с помощью звукового воздействия заставляли левитировать камни при постройке храма. Поднимали на высоту 250 метров. Также с помощью звука строил свой коралловый замок Эдвард Линден Скалнин. Для этого он не применял никакой строительной техники, а только звук и что-то ещё, я думаю, медитацию. В природе левитация даёт о себе знать не только в торнадо, когда поднятые в воздух предметы заряжаются позитронной энергией и долго неспешно кружат вокруг вихря. Но и в странном течении воды в гору, как писал Виктор Шаубергер, в Татрах есть место, где река на протяжении 67 километров преодолевает подъём высотой 140 метров. Фильмы о подобных явлениях вы легко найдёте в интернете, например, как это наблюдается на Кипре. Весной этого года нашёл в интернете сообщение о том, что учёные обнаружили у нашей плоской галактики два энергетических пузыря. А это галактика. Я их поздравляю, потому что тем самым они подтвердили структуру ткани мироздания в космических масштабах. Она вся так устроена, но не вся заполнена плотной энергией. Этот рисунок я подготовил около года назад для одной статьи. Сравните. И заодно сравните с Вазжей. Также обратите внимание на светлую область в месте сбрежения пузырей. Это проявление энергообмена, типа аннигиляции. Думаю, что подобные пузыри есть и у Солнечной системы, коль уж она плоская. По крайней мере, на эту мысль набудет форма вот этой фотографии. Даже невидимость НЛО для радаров свидетельствует о том, что они заряжены позитронной энергией, которая проглатывает луч радара и потому отражений нет. Хотя сам аппарат остается видимым для наблюдателей. Окутанность НЛО дымкой или туманом или маскировка в облаках тоже объясняется позитронным зарядом. Взгляните на снимки самолетов, преодолевающих звуковой барьер и при этом возбуждающих звуком позитронной заряды в окружающем воздухе. Это приводит не только к появлению конуса из тумана, но и к определенным электрохимическим процессам в корпусе самолета, вызывающих коррозивный эффект, из-за чего летчики обязаны проходить звуковой барьер максимально быстро. Рассказы ученых о том, что дымка вызвана уплотнением воздуха звуковым конусом, неверны. Посмотрите на размеры конусов. А потом сами летчики говорят, что в момент преодоления звукового барьера самолет окутается розоватой плазмой, то есть происходят электрические явления. Но если самолеты имеют дело с позитронным зарядом только в момент прохождения звукового барьера, то НЛО просто заряжены этой энергией, и потому для них дымка – это норма. На многих роликах про НЛО в космосе удивляет их мгновенное появление и исчезновение, что объясняется переходом в другие измерения. Это вполне правильно, но исходя из ткани мироздания, нет необходимости бегать по разным измерениям. А достаточны лишь перемещения либо по структуре времени, либо по структуре пространства. То, что в данном типе аппаратов перемещение может происходить в структуре времени, подтверждается рассказами Виктора Степановича Гребенникова. Так, например, он собирал для исследования звуков пробирки, а по возвращению домой обнаруживал, что звуки исчезли, а в пробирках появились оплавленные дырки. И лишь однажды, когда поместив в пробирку звука и по возвращению домой, он обнаружил личинку, он понял, что летал в будущее. То есть он перемещался не только в пространстве, но и во времени. Заветная мечта любого брокера. Перемещение в другие измерения также возможно для некоторых НЛО, но здесь ограничителем станет уровень сознания, или по-иному уровень плотности сознания. Поэтому, например, с нашим сознанием будет трудно туда попасть. Так же, как коту, имеющему второй уровень плотности сознания, будет сложно выиграть у нас в шахматы или карты, хоть мы и ожидаем переход в четвертую плотность в 2012 году. В действительности, четвертое измерение означает не увеличение измерений, а увеличение числа энергии с 9 до 16. При этом, если в третьем измерении мы имеем только один вариант размещения энергии, то в четвертом их будет аж 49. Вот два из них. А в пятом аж 256. Вот одну из них. Так что нужно точно знать, какой вариант выбрать, чтобы технические параметры НЛО соответствовали физике энергозаимодействий в данном варианте четвертого измерения или иного, ну и чтобы не свихнуться от непривычных физических взаимодействий. Почему до сих пор правительство всех стран мира скрывает правду об НЛО, даже если они совершенно нагло висят над Кремлем или другими столицами мира? Как это показано в фильме, НЛО существует самое реальное доказательство, выложим в интернете. Да потому, что основой власти является ложь, направленная на подавление воли одного индивида другим. А подавление воли – это торможение эволюционного развития индивида. Принцип управления НЛО требует либо развития воли, и как следствие происходит бунт против угнетателей, либо обходных технологических решений, позволяющих делать индивид полностью зависимым от технологий, находящихся в руках угнетателей. На что наука и направлена с помощью финансирования. Поэтому вопрос истины в науке заключается не в тупости ученых, как считал Виктор Шаубергер, а в их зависимости от финансирования. В наше время НЛО успешно разрабатывается. В интернете вы можете найти фильмы типа «Посадка НЛО в Нью-Мексико» и другие. А также фотографии летающих тарелок и других объектов, сделанных в секретных лабораториях, в воздухе и даже в космосе, как эти. Думаю, что по причине перехода на тарелочную технологию Америка сейчас откажется от программы Shuttle. Также думаю, что именно развитие технологий НЛО повлияло на рост курса золота и сейбра. При этом золото обогнало по цене платину, потому что, согласно Виктору Шаубергеру, именно золото обладает лучшими свойствами для получения нужного энергетического заряда, то есть позитронного, используемого в технологиях НЛО. О том, что геманы покрыты золотом, писалось даже в ведических трактатах. И такой скачок цен на золото указывает на то, что его потребовалось много, то есть идет скрытное массовое производство летательных аппаратов. Но для чего? Воевать или драпать? В фильме «Хайджамп» также рассматривается возможность использования Земли как портала для перемещения в космосе. В ткани мироздания порталы являются нормой, точнее она из них состоит. Только нужно понимать, что для разных размерностей и сетка ячеек будет разной по размеру. А если хорошенько поразмыслить над структурой ткани мироздания, то станет ясно, что телепортация – это естественный способ перемещения энергии в ее ячейках. Ну а поскольку все в мире есть энергия, то все постоянно телепортируется. Но мы этого не осознаем, потому что воспринимаем объекты как единое целое. Естественно, что в центре Земли сходятся два диппольных входа-выхода – север-юг и четыре квадропольных электрических, как в октаэдре. Но также должно быть и 12 временных порталов, исходя из рисунка триакис октаэдра, помещенного в оккультной химии. И рисунка антисимметрии Шубникова Алексея Васильевича и Белова Николая Васильевича «Только объяснять это детально нужно в отдельном фильме». Что дают такие знания? Прежде всего, новые технологии в энергетике и транспорте, передачи энергии и информации, перемещения не только в пространстве, но и во времени. Но самое главное, они снимают ограничения на ваше совершенствование. Напоследок хочу сказать следующее. Люди, уважайте себя. Если хотите знать правду, не поленитесь. Вдумчиво прочесть «Энергию воды» с высказывания самого Виктора Шаутбергера. Очень много удивительного узнаете. Вместо того, чтобы смотреть всякое пустословие о нем и о его вентиляторных тарелках. А если хотите разобраться в устройстве мира, используйте в качестве модели ткань мироздания. Этот фильм предназначен тем, кто занимается альтернативной наукой и технологиями. Он основан на шестой и седьмой сериях фильмов «Энергия из вакуума». Его цель – помочь понять принципы, используемые Джоном Беддини в его теории. Задумывались ли вы над названием фильма «Энергия из вакуума»? «Вся негативная энергия, на которой работает устройство Беддини, находится в атмосфере». Тогда о каком вакууме речь? Гипотетическом, под которым раньше подразумевался эфир? А как этот вакуум устроен? У него есть структура? Или это безструктурные фруктуации, как его нам преподносят физики? Если бы вакуум или по иному эфир не был структурирован, то все энергии в нем двигались не по направлениям, а как попало. Но лучший свет говорит нам, о прямолинейном движении. Значит, есть структура. И этой структурой, по моему убеждению, является ткань мироздания. Поэтому я применю структуру ткани мироздания для проявления некоторых объяснений Джона Беддини. Так станет понятнее его теория. Это имеет отрицательный эффект на батарею, потому что она не нагревается с радиоактным зарядным устройством. То есть негативно по отношению к обычной, которую мы считаем поток электрон в роднике. Но ведь негативные свойства по отношению к электрону обладает позитрон. Так что, речь о позитронной энергии. А давайте-ка попробуем применить позитрон и посмотрим, что получится. Задача создать устройство для генерации коротких импульсов и направить их в батарею. В этом случае ток не нужен вообще. Наверное, в смысле ток электронов? Круто. Тогда кто переносчик заряда? Это два абсолютно разных электричества. На вход вы подаете положительную форму электричества. На выходе вы получаете радиантное электричество. Это отрицательная форма электричества. Ага. Уже ближе по смыслу к позитрону и электрону, чем к неведомому эфирному газу. Но вы можете преобразовать негативную форму энергии во что-то другое. Например, через инвертор вы можете заряжать питающие батареи. Вы должны поменять форму энергии. Но ведь инвертор рассчитан на работу с носителями зарядов типа электронов. И если мы можем инвертировать негативную энергию в электроны, то вероятнее всего исчезтиц подобных электронов, но противоположных по знаку. Это еще ближе к позитронам. Это все северные полюса. Возьмем это на заметку. В радиантной энергии сохраняется в выходной батареи. Вы можете питать ее обычные устройства. Инверторы, лампочки, моторы постоянного тока. От этого инвертора вы можете заряжать входную батарею, но главное держать два вида энергии изолированными. Батарея с негативной энергией работает еще так же, как обычная батарея. Но по неизвестной причине, если их менять местами, энергия кончится. Так может просто позитронно-заряженный аккумулятор не может работать северным полюсом в двигателе? И нужно просто поменять полярность магнитов? И тогда уже запитать катушку двигателя. А если попробовать? Да, поскольку это источники высокого напряжения, они могут очищать сульфатированные батареи. И этот процесс прекрасно перекликается с теми, которые описал Виктор Шаунбергер в работе устройств по получению искусственной родниковой воды. Там тоже происходит востворение минералов под воздействием позитронного заряда. Радиантная энергия приходит волна. И вы можете увидеть эти волны, потому что все устройства переключаются в одно время. О-о-о! Так что, этими приборами управлять гравитацией? Или может антигравитация? Ну что же, пора посмотреть на ткань мироздания. И выяснить, может ли гравитация или антигравитация влиять на электрические процессы. Только вначале маленькое пояснение. Ткань мироздания основывается на большем количестве энергии. чем это известно в современной науке. На восьми материальных энергиях и еще на энергии пространства и времени. Всем древним цивилизациям был известен этот перечень энергий обычно под масками богов. И структура мироздания, то есть ткань мироздания, о чем свидетельствует древний символизм. Только современные ученые никак этого не видят. Вот представление об энергиях майянской культуры. вот индийской, вот египетской, вот китайской. только современная физика пытается обойтись лишь их частью, хотя и намерена найти частицу пространства под названием бозон Хиггса. И в этом вся проблема науки. Итак, что нам показывает ткань мироздания? А то, что электронная ячейка находится в пересечении пущности гравитации красной с электрическим полем синим. И потому колебания гравитации могут влиять на электрические характеристики оборудования. Позитронная ячейка находится в пересечении пущности слабого взаимодействия или как больше некоторым нравится торсионного поля. зерена обозначена. А по-простому антигравитации и вибрационного поля сиренем обозначена. Так что и здесь происходит влияние антигравитации на позитрон, а следовательно и на электрон-позитронный баланс. Поэтому любые гравитационные и левитационные колебания будут влиять на электрические процессы и даже запускать их. Как говорит Джон Бедини энергия приходит волнами. Также они работают быстрее ночью и чуть медленно днем. Ну так естественно. Посмотрите какое воздействие солнышко оказывает на концентрацию электронов в яносфере днем и как она уменьшается ночью. Красная линия днем, синяя линия ночью. днем Если вы посмотрите на работающую катушку Десла вы думаете что это искры идут из катушки. На самом деле эта энергия идет в катушку. Эта энергия похожа на жидкость. Если вы правильно ввели систему в резонанс. Эта система закачивает энергию из поля этот газообразный и белый эфир это как раз то что вы должны конвертировать в энергию. Это не эфир. Такой же туман появляется при преодолении самолетами звукового барьера. Это проявление позитронной энергии. Этот шум из идиоты с нашли всеководной разрядной. Шум это также проявление фаномы излучения позитронов как свет проявлений электронного. Этот поля опускается сюда и заряжает сердечник. То есть выжимает из него позитроны наружу. Так что вы можете иметь скрытую информацию в нуле. Да, я могу взять эту волну и расширить эту волну и расширить ту волну и закодировать туда информацию. Но разве это не есть состояние диэлектрика, когда электрон-позитронный баланс уравновешен. Да, это как волна давления. Так значат свеки гравитации, потому что согласно тканям мироздания, она идет из космоса на Землю. Таким образом, электрический ток это фактически обратная реакция, когда диполь исчезает. Да, диполь разрушается током. основная диполь как можно дольше и получить как можно больше работы из него. В ткани мироздания тот диполь, о котором говорит Джон Бедини, будет вот этим. Как только начинается миграция электрона или позитрона, то диполь действительно разрушается и работа прекращается. К тому же обнаруженные учеными энергетические пузыри у нашей галактики видно также представляет из себя подобный диполь с галактикой в центре. Вот галактика, вот пузыри энергетические. Интересно, что произойдет при его разрушении? Ток замедляет. Магнитное поле контролирует все. Чем сильнее поле, тем слабее радиантная энергия. Это как клапан для радиантной энергии. Естественно, так как магнитное поле заполняет пространство электрическим полем и выдавливает вибрационное, в котором активны позитроны. Часть седьмая. Энергия из вакуума. Это то условие, при котором Тесла брал любую теневую энергию вокруг схемы. Ага, еще теневая. Так может вообще темная? Почему нет? Ученые же ищут ее повсюду, во вселенной. А она тут, рядышком. Между прочим, так и должно быть. Слаемая энергия заполняет пространство полностью, аналогично постоянного магнита. Но это электромагнит. Итак, когда электромагнит работает, мы можем выключить питание и выкачиваете отрицательную энергию или энергию вакуума. Эта зона является всегда заряженной. Эту нейтральную зону мы называем стенкой блоха. На самом деле она является входой для всей энергии. Что ж, если электромагнит сравнить с электроном, находящийся тканями мироздания, то увидим, что в обоих случаях в центре находится точка схождения всех энергий. Но что люди не понимают, что это нулевая зона в магните. Там ничего нет. Там нет ничего. Ни гравитации, ничего. Это то, что происходит. Гравитационная энергия магнита находится где-то здесь. Итак, что происходит? Как только мы зарядили этот магнит, частицы все еще там продолжают колебаться. И мы получаем два конуса. Энергия входит по этому пути с каждой стороны. Это энергия вакуума. Ах, Джон, я просто потрясен. Как верно? И о нулевой зоне, и о гравитации, которая именно снаружи. Посмотрите еще раз на ткань мироздания. В центре электрона точки 4 где сходятся все энергии, действительно возникает нулевая зона. Но это узел энергии времени и следовательно портал в другие точки. Гравитация же действительно находится снаружи. И посмотрите на этот рисунок. Ячейка электрона формируется условно коммунцами. Гравитация изображена черным и электрического поля изображена коричневым. А вот насчет вхождения энергии двумя конусами я не согласен. Посмотрите сами. Здесь в любом случае возникает квадропольное вхождение электрической энергии как в октайдре при переводе тканей мирозданий в трехмерную систему. И двенадцати польные как на рисунке антисимметрии Шубникова и Белова. Или как в рисунке триакис октаэдра из оккультной химии Чарльз Элитбитера и Ани Бизант. Разница между этими рисунками лишь в том, что в триакис октаэдре не показаны пространственные ячейки. Магнитное поле начинает исчезать. Когда магнитное поле начинает исчезать, обратите внимание, окно вакуума начинает увеличиваться. Точнее можно сказать, что позитроны изгнанные магнитным полем вернулись на родину. Но я использую его здесь просто как пример того, что невозможно получать энергию, когда система замкнута. Все системы свободной энергии взаимодействуют с окружающей средой. Так с окружающей средой или вакуумом? Забавно, но водные турбины Виктора Шаубергера тоже взаимодействуют с окружающей средой. Хотя там, на первый взгляд, и не использовались электрические принципы. Обратите внимание, мотор запел. Очень интересный момент. Смотрите. Вначале мотор работал на электронной энергии. Джон Бедень преобразовал его для работы с негативной энергией, то есть позитронами. И тут же проявилось фаномное звуковое свойство позитрона. То есть мотор стал излучать звуковые волны. Но это произошло на низких оборотах, когда еще не было настроенной частоты вращения мотора. Потом, при подборе оптимальной частоты вращения, звуковое излучение ослабло. Наверное, просто эта энергия стала выполнять работу по вращению двигателя, а не излучаться в окружающее пространство. Сейчас этой батареи с положительной зарядкой приходится нелегко. Она пытается зарядиться от негативной энергии. Еще бы, ведь согласно гипотезе Дирака, для перехода из позитронов состояния в электронное нужна немалая энергия в соответствии с этой формулой, а это требует серьезных энергетических затрат. Не забывайте, что отрицательно заряженная батарея с негативным временем потребует много времени, чтобы удалить отрицательный заряд и преобразовать обратно положительное заряжение. Батарея с негативным временем? Вот это действительно новость. Откуда такие сведения? Что позитронная энергия связана с негативным временем. Хотя ткань мироздания это допускает, ведь все электрон-позитронные взаимодействия совершаются по ячейкам времени. Здесь они обозначены в синем. Давайте отключим клемпы. О, горячий. Это потому, что батарея все это время борется. Точнее там идет то, что по-научному называется аннигиляцией. Примем одного проводника Теслы это очень странная штука. Этой энергией является временем. Она движется взад и вперед по проводу времени. Так, опять про энергию времени заговорил. В действительности эта энергия позитрона, конвертированная временем в электронную энергию. это дырки, а это пластина батареи. Каким-то образом, когда вы заряжаете батарею отрицательно, вы не можете просто подключить положительную энергию, чтобы заполнить эти дырки. Они просто продолжают угощать эти электроны. Единственное, что вы увидите, что подвод энергии здесь означает выделение тепла. тепла. То есть, это еще раз подтверждает, что в данном процессе происходит электрон-позитронное взаимодействие с выделением тепла, то есть аннигиляцией. Ну, вроде все. А теперь просто рискните проверить. Подставьте позитрон на место негативной энергии. Что вы при этом теряете? Может, ложное представление? И главное, вы заметили, как легко ткань мироздания объясняет недосказанность Джона Бедини. Ну, так используйте ее для понимания энергетических процессов. В квантовой физике есть понятие об электрон-позитронном море Дирака. В нем потенциальные электроны чередуются с потенциальными позитронами. Теперь представьте, что оно превратилось в лед, и в нем проявилась структура расположения энергий. Вот это и будет ткань мироздания. Отзывы на мои первые фильмы говорят о том, что тема ткани мироздания интересна, но трудно понимаема. В этом фильме я постараюсь более доходчиво объяснить ее устройство и взаимодействие в ней энергии. Правда, мне понадобится ваша помощь в том, что вы освободите часть места в вашей чаше для новой непривычной информации и просмотрите этот фильм не с позиции ваших знаний, а глазами ребенка, познающего мир. Я не ученый и быть им не хочу. Знания, которые мне открываются, в основном приходят через медитации. И лишь потом нужно искать им подтверждения в книгах, интернете и размышлениях. Они не окончательны и пока не систематизированы, ведь я сам только в процессе их осознания, но они довольно большие фрагменты целого, позволяющие понять и объяснить многое с того, перед чем бессильны ученые. Современная физика оперирует четырьмя видами взаимодействий электромагнитным, гравитационным, сильным и слабым взаимодействиями. При этом электричество и магнетизм объединили вместе, хотя они прекрасно могут существовать поразнь. Сейчас этого перечня энергий явно недостаточно для описания физических процессов. Поэтому же Тесла говорил, что создает устройство, работающее на радиантной энергии. Другие исследователи говорят о негативной энергии, торсионной. Николай Козырев говорил об энергии времени, а Виктор Шаубергер работал с урэнергиями и иными температурными формами. Ученые же и вовсе принялись за темную энергию и темную материю. Считаю при этом, что наш мир проявлен лишь на 4%, а остальные 96% недоступны для исследования современными методами. Тогда сколько же в действительности энергий в нашем измерении и как они взаимодействуют между собой? Если мы займемся анализом мировоззрений древних цивилизаций, расположенных на разных континентах, то обнаружен сходство в количестве стихий или основных богов. При этом боги, как правило, являлись персонифицированные энергиями. Так если взглянуть на сравнительную таблицу богов и стихий майской цивилизации, индийской, египетской и китайской, то обнаружим, что есть 8 богов или стихий, проявленных в мире. Они располагаются группами по 4 с двух сторон от непроявленных энергий, расположенных в центре. 4, 4. А в центре находится пространство, время и дух. Лучшее подтверждение того, что мир состоит из 8 материальных энергий, находим в ведических учениях. В Бхагавадгите, глава 7, х4. Кришна говорит, я создал этот мир из 8 материальных энергий. Ложное эго, разум, ум, огонь, воздух, вода, земля и эфир. У египтян в Гелиопольском пантеоне богов встречаем 8 проявленных богов и 1 непроявленную богиню Нут. По цифре 5. То, что эти боги являются персонифицированными энергиями, я описал в статьях значение имен египетских богов и подтверждение девятки энергий в египетской традиции. 8 энергий стихий с великим пределом центре известны в китайском фэншуе. Только нужно применять так называемое раннее небо, которое символизирует идеальную вселенную. В центре они позднее небо, составленное для спорченных земных условий. По краю. Подобное построение используется в индийском учении о планировании пространства в Астушастре, предназначенном для тех же целей, что и фэншуй, но менее известном среди широкой публики, хоть и являющейся более древним, где эти энергии персонифицируются богами. В традиции майя есть игра в мяч Оу-Лин. В ней графическое представление правил в виде схемы. На оси восток-запад зашифрован тот же ряд энергий. Правда, здесь еще есть ось север-юг, которая в других космологиях не встречается. А для запутания непосвященных в этот рисунок внесено изменение. Второй от центра круг энергии нужно повернуть на 180 градусов. Тогда почему современная физика ограничила себя только вот этими энергиями? Может, это просто обычный консерватизм, защищающий мнение патриарх в науке? Наперекор истине. Ведь известно же, что Эйнштейн упорно пытался решить задачу построения единой теории поля только в рамках электрогравитации, даже после того, как весь мир признал наличие сильного и слабого взаимодействия. По крайней мере, об этом говорится в фильме «Элегантная Вселенная». Так не пора ли разобраться с тем, что было известно древней цивилизации, и восстановить на место те виды энергий, которые не увидели научной патриархии, но которые реально работают во многих устройствах? Таких, как двигатели бедения, шоу-бергера, сёрла, устройства Тесла и других. Ведь простое принятие полного комплекта энергий с их расположением в ткани мироздания позволяет легче понять причины и следствия их энергообмина. Где располагаются эти энергии, в какой структуре или геометрии в ткани мироздания, которая строится на основе магических квадратов? Сама же ткань мироздания является следственным расположением и взаимодействием энергии в пространстве. А где же причина появления разных энергий? Один из лучших ответов на этот вопрос даёт сущность по имени Ра из Ченнилинга. Материалы Ра есть в инете, где эта сущность говорит о том, что Единый расщепил себя на энергии в целях самопознания. И примеры такие же знания даются в ведах. Сам процесс расщепления энергии можно представить в виде Тетраксиса Пифагора, хотя в Индии он известен с незапамятных времён без Пифагора и встречается в янтрах и амулетах. Расщепление энергии на Тетраксисе не останавливается, а следует далеко-далеко. В ведах имеется информация, что миров по золотому пути расположено 65 536 в степени 4096. Для сравнения, максимальная цифра, которая известна в майянских счетах, это 10 в 32 степени, что в 128 раз меньше. Но здесь я буду рассматривать только то, что относится к нашему родному третьему измерению. Маленькое отвлечение. В русском счете иногда 1-2 заменяют на раз и пара. Дальше мы не знаем, но при анализе слова раз через генную лингвистику Геннадия Станиславовича Гриневича получаем Ра Бог З Расщепление то есть Расщепление Бога. А пара это половинка Ра то есть половинка Бога. В этом плане неиспорченный русский язык действительно великий и могучий. Те же, кому не имется его испортить, требуют нынче ликвидировать букву Ё. Ткань мироздания третьего измерения строится прямым и обратным дорисованием цифр. Потом цифры последовательно соединяются линиями от 1 до 9. Получается структура подобная волнам на поверхности воды отброшенной в нее камня. Только не кольцевая а квадратная. В ней нет центра потому что каждая пятерка может быть центром всего поля. В то же время все едино и связано. Аналогично составляются сетки из других квадратов для других плотностей или измерений. Так что измерения строятся не из плоскостей а из лучей различных энергий с определенной геометрией. Что наглядно подтверждается структурой антисимметрии Шубникова и Белова которая является 3D-кирпичником ткани мироздания включающей себя и ячейки пространства Вот эти ромбики Освобожденная от ячей пространства структура из 4-х материальных энергий и времени выглядит вот так Для ее получения мне пришлось исправить ошибку допущенную в рисунке тряки с октаэдра из оккультной химии. Две подобные по форме структуры но противоположные по энергиям вместе с октаэдром пространства создают полный набор энергий третьего измерения Когда мы говорим четырехмерное пространство или пятимерное то это значит что оно строится за счет расщепления энергии предыдущего пространства и при этом направления их лучей под другими углами чем предыдущее Иными словами пространство более сложного порядка есть продукт увеличения разобрать энергии а не увеличение одинаковых плоскостей наше трехмерное пространство состоит из восьми материальных энергий и одного временного которое обычно не проявлено синие ромбики но в нем также есть и энергия пространства которая служит основой для всех основных взаимодействий вот эти ромбики с пятеркой в центре вспоминаем про бозон Хиггса для более детального проявления векторов энергии в ткани мироздания я часто использую мультиплицированные фотографии ионной решетки платины которая имеет сходную с ней структуру и дает больше информации для анализа так как проявляет дополнительные пунктирные линии которые на схематичном рисунке не видны вот например как эти ромбики времени которые на схематичном рисунке проявлены лишь прямой линии наверное нужно пояснить откуда взял название для новых энергий и почему расположил именно так это открылось в медитации а позже пришло подтверждение в виде пантеона гиропольских богов васу шастры и другого в информационных полях вселенной есть все знания и нужно просто на них настроиться что и является сложным в наш сумбурный век для этого нужно выпасть из социума уединиться никуда не бежать и освободить свой ум для созерцания тогда постепенно пелена суеты начинает спадать и появляются вспышки откровений это похоже на длинную и короткую фазу сна примерно полтора часа тянется длинная фаза сна без сновидений и потом за несколько секунд вы видите сон во время быстрой фазы находясь в научной тусовке или даже форумной трудно укрепиться в себе и достичь состояния созерцания все время ищешь ответы не внутри а снаружи это примерно так же трудно как учить разговаривать попугаев если их пара и им есть с кем болтать на птичьем языке тусовки же хороши для того чтобы другие могли проверить полученную информацию или провести совместные исследования энергия времени и материальной энергии или как они называются в ведах энергии прокрытия появляются на месте освобожденном энергии пространства по инициативе духа здесь показана последовательность перехода из первой плотности во вторую и третью фигура антисимметрии является 3D построением третьей плотности но без выступающих лучей времени которые принадлежат другим таким же структурам то есть пространство это не только эфир или шум но еще и энергия способная принимать различные конфигурации если вы заинтересуетесь видической космологии что очень полезно хотя вот потому что ей занимался Никола Тесла то узнаете что время вышло из пространства из него же вышли материальные энергии а это наглядная демонстрация процесса того что наш мир имеет кристаллоподобную структуру в какой-то степени аналогичную структуру камня в чипе вашего компьютера или в структуре жидкокристаллического монитора но чтобы чип был полезен нужна программа то есть нечто весьма виртуальное у греков это идея а в религии дух понимая что это в голове не укладывается но вот кусок стекла подумайте какие энергии через него проходят электромагнитное свет или радиовно гравитационное слабое взаимодействие звук и другие и насколько они при этом замедляются хотя бы тот же свет по сравнению с вакуумом вот так же и все энергии при царе эфира то есть ткани мироздания гипотезы о том что эфир есть что-то типа сверхтекучего газа или жидкости верны лишь частично и тратить на них время я не буду для тех же кто хочет поразмыслить над этим вопросом показываю вот эту таблицу из оккультной химии Чарльза Литбитера и Ани Бизант в ней расписано разложение атома водорода на целых 4 эфира которые если вы внимательно рассмотрите окажутся барионами мизонами и лептонами при этом вы обнаружите у некоторых из них даже дробный кварковый заряд естественно что это никаким эфиром быть не может о чем и писал сам же Чарльз Литбитер хоть и оставил за этими структурами название эфира истинным же эфиром он считал то что находится намного порядка ниже и называл это кайлон и сравните его со структурой ткани мироздания здесь же поясню что система рассуждения о процессе ткани мироздания будут строиться на размерности электрона как наиболее удобно для разъяснений подразумевая что другие уровни подобны как говорили древние что внизу то и наверху начну с гравитации и антигравитации которые в ткани мироздания являются слабым взаимодействием сразу скажу что пытаться понять причину гравитации без наличия антигравитации так же нелепо как считать электричество или магнетизм чем-то однополюсным наш мир дуален хоть и происходит из единства и эта дуальность порождает энергообмен более того именно антигравитация служит причиной проявления гравитации вблизи материальных тел обычно гравитация в космосе незаметна а в квантовой физике обладает самой маленькой величиной хотя при падении на землю или даже песок мало не кажется я не считаю гравитацию силой притяжения между объектами а наоборот силой внешнего давления при этом очень рассеянном пространстве и потому таким слабеньким нарисуем планету типа земля из центра она излучает слабое взаимодействие которое я считаю антигравитацией при этом сама гравитация которая расположена в космосе начинает течь противоположно антигравитации формирует противоположные потоки около земли она концентрируется ближе к земле и начинает прижимать к ней всякие астероиды спутники и прочее процесс этот неравновесный иначе бы планеты не росли и в какой-то степени напоминает то как при грозе лидер прокладывает канал для молнии после чего идет сильный встречный разряд при этом происходит следующее это земля а это гравитации идущие из космоса по мере приближения к земле ее волны суммируются и растут по частоте то есть гравитация имеет спектр так же как все остальные энергии спросите об этом торсионщиков они вам скажут что торсионные волны имеют спектр а коли они являются антигравитацией то естественно у гравитации тоже должен быть спектр а Джон Сёрл говорит что у него магниты имеют спектр подобный свету поэтому вблизи земли плотность и частота энергии гравитации многократно возрастает и этот поток начинает пережимать к ней различные материальные тела типа спутников или метеоритов и поскольку этот поток имеет вертикальную направленность то мы его ощущаем как притяжение к земле естественно что при этом никакого искривления пространства или времени не возникает потому что они жестко структурированы а происходит лишь сжатие гравитационного поля что и порождает все оптические и другие эффекты в ритмодинамике Юрия Иванова это называется затягиванием частот как на этом рисунке но изменение частоты и есть спектр для себя я называю этот процесс забрасыванием ловчей сети земля забрасывает в пространство сеть антигравитации чтобы обратно вытащить гравитационную сеть с уломом вещества и частиц так она растет поэтому если объект не излучает антигравитацию то и гравитации у него нет на моем сайте в разделе литература выложена книга Андрея Альбертовича Гришаева это цифровой физический мир в которой описано отсутствие гравитации у астероидов к которым посылали спутники а также невозможность объяснения приливных волн притяжением Луны и все на основе научных фактов теперь применим подобные объяснения к электрическим взаимодействиям начнем с электростатики здесь с одной стороны все более менее понятно никто против наличия двух разных зарядов возражать не станет а вот что касается переносчика электрического заряда вопрос потому что электрон по отношению к этим носителям не более чем лейденская банка по отношению к самим электронам да и не может он двигаться в ячейках ткани мироздания не пройдет через игольное ушко в виде точки 2 поэтому в ткани мироздания он лишь потенциальная возможность проявляющаяся при наполнении этой ячейки энергией точно так же как пикселы монитора вашего компьютера тогда остается фотон имеющий волнообразную природу и проявляющийся то в виде волны то частицы кроме того у фотона со слабым взаимодействием есть общая точка 2 где слабое взаимодействие не отличимо по качествам от электрического за что ученые пытаются их объединить в электро слабое взаимодействие мне не встречались эксперименты по получению фотонов и промерозочных бозонов переносчиков слабого взаимодействия из одной точки но если они есть то сильно подозреваю что в ходе таких экспериментов было отмечено взаимно перпендикулярное рассеивание носителей этих энергий фотоны в этом направлении и бозоны в этом в действительности фотон ведет себя подобно слабому взаимодействию не только на близких расстояниях но и на дальних тоже включите фонарик и вы увидите рассеивание конуса света но ведь согласно дуальности мира должна быть причина побуждающая его двигаться в определенном направлении то есть противоположной энергии которая в свою очередь должна двигаться навстречу фотонной обычно эту энергию в физике называют противоположным зарядом правда Тесла говорил о радиантной энергии в объединении об отрицательной ну и там подобной ну что же это такое в действительности в ткани мироздания это будет фономной энергии она подобна по структуре фотонной но обладает противоположными качествами так же как у фотона у фонона есть продольные компоненты которые назвал вибрационным полем и поперечные компоненты которые в моем понимании являются сильным взаимодействием фотон это еще не электрон а фонон еще не позитрон электрон появляется в ящейке 4 тогда когда в ней накапливается необходимое количество энергии электрического поля то есть фотонной энергии и гравитационного поля фотонное гравитационное можно сказать что электрон проявляется при встрече этих двух полей поскольку в космосе плотность этих энергий невысока то глядя в ночное небо мы в основном видим тьму и светятся лишь те объекты где эти энергии присутствуют в достаточном количестве аналогично обстоит дело с позитроном только для его проявления нужна встреча слабое взаимодействие с вибрационным полем и поскольку максимальная плотность энергии слабое взаимодействие и вибрационной энергии наблюдается в пределах земли то и звуки в основном у нас проходят там где чаще условия для проявления позитронов сейчас уже обращу внимание на то что раствор электронов с гравитационной энергией прижимает его к земле а раствор позитрона с антигравитационной энергией уносит его военносферу что приводит к поляризации атмосферы по типу конденсатора производящего разряда в виде груз и появление северных сияний теперь разберемся с обычным электричеством текущим по проводам классически его считают потоком электронов а в случае полупроводников и дырок в действительности это такой же встречный поток двух зарядов как в случае гравитации и антигравитации или фотонов и фанонов но только структурированных в более крупные объекты электроны и позитроны и поскольку это действительно крупные объекты то скорость движения электрона в металле вызванная электрическим полем в среднем составляет около 0,03 мм в секунду позитроны не знаю при этом как я уже говорил сам электрон никуда не движется а движутся фотоны входящие в его состав как бы переливаясь из одного потенциального положения в другое поэтому в физике говорят что электрон движется скачками навстречу же потоку электронов параллельным курсом движется поток позитронов и в зависимости от типа устройств где им суждено встретиться происходит высвобождение фотонов либо в свете лампочки либо нагрева проводов электродвигателя или границ перехода в полупроводниках ну и еще производится звук но обычно на частотах которые мы не слышим то есть по сути происходит аннигиляция с высвобождением фотонов и фононов но только если этот процесс более-менее уравновешен как например светодиодик то получим холодный свет без нагрева если же процесс смещен в сторону позитронной энергии то получим охлаждение как это наблюдалось с диска сверла генераторе рощи на година и других рассмотрим электрическое взаимодействие на примере искрового разряда при замыкании контакта заряженного конденсатора в этом случае мы видим искру и слышим треск то есть высвобождение фотонной и фононной энергии из электрона и позитрона сама искра не одноразовое действие а серия из множества обменов энергиями на пластинах подобные происходят в ткани мироздания где ячейка электрона отделена от ячейки позитрона ячейкой пространства а сам энергообмен происходит через ячейку времени то есть по сути это естественный конденсатор на квантовом уровне да еще и со встроенным разрядником а вот это конденсатор на галактическом уровне и судя по свечению тоже разрядником возможно именно за это тесла так любил конденсаторы и разрядники ну а еще его катушки это спиральное движение энергии в конусах ячеек поразмыслите-ка над этим много интересного откроется а теперь о важном что есть трансформация тока для повышения напряжения и обратный процесс понижение напряжения для повышения тока что за процессы происходит в трансформаторе смогли ли вам это доходчиво объяснить школе или институте грубо говоря кто переносит вольтаж а кто ампираж задумайтесь очень мало кто может ответить на этот вопрос в ткани мироздания трансформация вольтажа в ампираж будет перевод электрического поля то есть фотонов в электроны а обратный процесс будет высвобождением электрического поля из электрона и все это происходит при участии гравитационного поля а это значит что при трансформации электроны в электрическое поле высвобождается также и гравитационная энергия а при трансформации позитрона в вибрационное поле высвобождается энергия слабого взаимодействия поля она не экранируется большинством видов материи и с удовольствием изучается торсионщиками как поля кручения а Николай Александрович Козырев принимал их за энергию времени и эти поля действительно во много раз быстрее скорости потому что не имеют тормоза в виде поперечной компоненты ясновидящий Чарльз Литбиттер и Аня Безант находясь в измененном состоянии сознания так описали свои наблюдения строения двух материальных частиц названных Анну из которых потом строятся все остальные у меня почти нет сомнений в том что это электрон с позитроном по их описанию эти структуры состоят из нитей на которые нанизаны примерно 14 миллиардов шариков Анну бешено вращается вокруг своей оси особенно под воздействием электрического поля и выстраивается в линии то есть при появлении фотонов но при этом сами остаются на месте то есть как бы просто крутят энергию строение из шариков указывает на то что есть еще меньшие переносчики энергии которые либо наполняют эти шарики либо образуют из них какие-то фрагменты цепочек и вот еще что фотоны только в лазерном луче движутся параллельно а в обычном луче рассеиваются потому что взаимодействуют с фононами и поэтому частично движутся по каналам пространства это свойство фотонные компоненты электрона и приводят к его интерференции но в ячейке пространства находится дух наблюдатель и когда мы изъявляем волю контролировать движение электрона то тем самым блокируем проход фотонов через ячейку пространства и вынуждаем его двигаться только по электромагнитному каналу после чего электрон начинает себя вести как обычная частица и интерференция прекращается теперь разберемся с магнетизмом исходя из ткани мироздания а не из классики магнетизм является продуктом синтеза электрического поля с гравитацией в ячейке потенциального электрона и подтверждает это электромагнит или тот же трансформатор но с другой стороны имеется потенциальная позитронная ячейка в которой по логике тканей мироздания вибрационное поле совместно со слабым взаимодействием должны синтезировать антимагнетизм над чем надо еще основательно подумать но пожалуй лучшим подтверждением зависимости магнетизма от гравитационно-левитационных взаимодействий является магнитометры производство которых началось после того как в 1855 году один оптик живший в Токио обнаружил что за два часа до землетрясения его любимый магнит державший различные инструменты потерял свою силу и снова восстановился после землетрясения об этом и о многих других необъяснимых феноменах вызываемых в моем понимании антигравитации вы можете прочесть книги андрей архаватова миф о тунгузском метеорите но при соединении ячеек электрона и позитрона с энергией времени через точки 4 и 6 которыми в ведической космологии является энергия огня и энергия воздуха получаем электрический диполь который очень хочется приравнять к магнитному диполь но более высокого уровня построения наличием гравитационного и антигравитационного поля в экспериментах с вакуумом объясняется рождение электронных позиторовых пар и виртуальных фотонов правда последние должны появляться в паре с виртуальными фономами а поскольку изолировать эксперимент от гравитации и антигравитации в земных условиях мало реально то получить вакуум без флуктуации рождающей частицы невозможно как пример приведу выводы торсионщиков о том что все торсионные эффекты сопровождаются появлением электричества электрическая компонента торсионная компонента и наоборот а по ткани мироздания это проявление электрослабых превращений в точке 2 здесь как вариант рассмотрю рождение электронно-позитронных пар в ткани мироздания например по каналам гравитации и антигравитации встречными курсами движутся для удобства назову их гравитон и антигравитон и одновременно парализуют ячейку пространства в точках 8 и точка 2 эту ячейку на что уходит часть их энергии и меняется вертикальное движение на горизонтальное у гравитона сюда у антигравитона сюда с проявлением уже в виде фотона и фонона они их активируют а дальше при наличии еще гравитона в точке 8 и антигравитона в точке 2 2 8 происходит активация потенциального электрона и позитрона вообще-то проверить эти выводы при наличии вакуумной камеры с нужными детекторами и источника слабого взаимодействия торсионного поля направленного на камеру теперь с позиции тканей мироздания рассмотрим такое понятие как энергия на примере электромагнетизма для этого придется вытащить на свет такое понятие как электромагнитный цук и поскольку о нем помнят только редкие электронщики то напомню возбужденный атом испускает фотон это действие занимает примерно 10 в минус 6 степени секунды если мы разделим скорость света на это время то получим примерно 3 метра синусоиды у которой например при длине волны 400 нанометров получится семь с половиной миллионов колебаний а при длине волны 800 нанометров получится в два раза меньше 3 миллиона семьсот пятьдесят тысяч но мы то знаем что чем выше частота фотона тем больше его сила так чему это выражается да все просто если мы сделаем 100 ударов отбойным молотком то отобьем породы гораздо больше чем 50 ударами вот и все но это только часть ответа а другая часть заключается в том что электрон поймавший фотон переходит на другую орбиту излучая при этом фотон с меньшей частотой его длина постоянно 3 метра а количество колебаний внутри него изменилось возьмем для наглядности бумажную ленту сложенную гармошкой и представим что это цук электромагнитной волны определенной частоты теперь отрезаем от нее фрагмент который откусил электрон длина должна остаться той же 3 метра значит что происходит с ней приходится растягиваться что же произошло с частотой гармошки она стала реже так что в таком случае энергии фотона это какие-то еще меньшие частицы способны формировать структуры о чем я упоминал при показе анну в данном случае что-то сеноседальное о форме думаю что с другими энергиями дело обстоит подобным образом но в формуле е равно mc квадрат мы видим не только скорость света в квадрате но еще и массу так как же это согласуется с фотоном никак он же без массовой частицы да и то лишь на мгновение частицы пока проскакивает ячейку потенциального электрона а потом снова становится волной а что же масса так она же к веществу относится вот уже электрон без нее не может быть потому что в нем есть гравитационная компонента которая и является гравитационной массой и вот тогда формула е равно mc квадрат начинает работать но ведь есть еще и инерционная масса как же с ней если вспомнить что ячейка электрона никуда не перемещается она лишь резервуар для фотонов закрученной гравитации как а ну или как нитка на катушке и перемещается лишь энергия фотонов по типу телепортации то процесс сматывания и наматывания ниток которыми занимается гравитация является инерционной массой а поскольку фотонов не обязательно наматываться на все потенциальные ячейки электронов то он может перемещаться сразу далеко но здесь потребуется синхронизация действий всех электронов и других частиц объекта подлежащего телепортации через какой-то резонанс под управлением воли хотя бы звуковой как это делают некоторые продвинутые буддисты в случае с фономной энергией ситуация будет подобно фотонной только направленность противоположная антигравитация проявится в отрицательной массе и естественно без инерционного движения за что ученые НАСА ругали левитирующие диски Джона Сёрла и что часто упоминают в своих работах Виктор Шаубергер подмечу один вывод если фотон нас греет то фоном охлаждает понимаете он переносчик холода и посмотрите на фотографии из фильма энергии из вакуума серия 6 как к катушке Тесла тянутся газообразные холодные потоки негативного электричества задумайтесь если в металлах есть электронный газ то вокруг металлов должен сконцентрироваться позитронный газ как противоположный заряд и если создать условия для излучения проводником энергии электрического поля то навстречу потекут потоки позитронной энергии проявляющиеся в воздухе как туман но разве же это эфир в природе сгустки негативного электричества многие из вас видели как шары на фотографиях как на этой снятой 4 года назад при изготовлении одного техномагического устройства они высвечиваются при вспышке фотоаппарата в момент аннигиляции позитронных сгустков фотонами прямо как в фильмах о привидениях тогда я впервые ими заинтересовался и занялся их изучением на сегодня я знаю что объединяет мысль форму шаровую молнию водный кластер хонтри метеоритов и другое с понятием домен для их появления в воздухе лучше всего пригоден ночной костер или сочетание дыма влаги и песнопения как при некоторых обрядах догадываетесь о чем это я не потому ли ученые обходят стороной этот участок знаний имеется ли на практике применение магическим квадратом и тканями мироздания да магические квадраты применял Джон Сёрл для расчета физических взаимодействий в своих летающих дисках рекомендую посмотреть фильм выложенный на проекте заряд история магнитного генератора Джона Сёрла первый генератор основанный на принципе заложен в магических квадратах он построил в 1946 году когда ему было всего 14,5 лет и сильно удивился тому что тут улетел через крышу дома правда он был не первым кто сильно удивлялся генератором улетавшим через крышу дома такие же результаты бывали у Виктора Шаубергера Сёрл сделал несколько десятков летающих дисков и некоторые из них облетели землю сотни раз перемещаясь за полчаса из Англии в Австралию со времени постройки первого устройства прошло 66 лет и никому кроме Джона Сёрла не удалось это повторить в разных энергиях заложенных в магических квадратах а все еще пытается обойтись их классическим набором к сожалению информации по квадратам Сёрла у меня мало в основном из этого фильма и кое-что с его сайтом но даже по этой информации можно понять с какими энергиями он работал и как их направлял если знать расположение энергии в ткани мироздания думаю для упрощенного объяснения принципа летающего диска достаточно применения квадрата Сатурна третьего измерения не забираясь в квадраты четвертого измерения и других если сравнить принцип построения энергетического потока в квадрате Сатурна на кадре из фильма с принципом построения в ткани мироздания то сразу бросается в глаза то что Джон Сёрл вывел из энергопотока время оно находится в пятерке и замкнул энергию в кольцо как бы сделав его движение вечным тогда как естественное течение энергии происходит через время согласно эволюционному пути вот как на этом линейном расположении энергии на оси времени и здесь есть над чем задуматься потому что отказ от времени останавливает старение и дает вечную жизнь но также является отказом от параматма космической души через которую осуществляется связь с Богом вообще-то я даже представить себе не мог такое построение может быть потому его генератор выглядел как новенький после 30 лет работы что получила система нулевого времени матрица энергопотоков созданная мной на основе его квадрата вообще требует долгих раздумий потому что здесь есть такое сочетание энергии их трансформации которые просто не с чем сравнивать хотя некоторые части вполне объяснимы основное что следует из его фильма и рисунков это то что он концентрировал энергию позитронной части ткани мироздания а часть электронным рассеивал трансформируя фотоны радиоволнового диапазона это создавало помехи для радиосвязи и обугливало почву в местах старта по причине формирования электрического поля в миллионы вольт при этом происходило освобождение второй компоненты электрона гравитационной энергии формирующей собственное гравитационное поле летающая диска как это утверждает Джон Сёрл это видно из структуры полей основанных на построении Сёрла на нем гравитация направлена не только вертикально но и горизонтально в точку 4 что приводит к ее рассеиванию вызывая в ответ концентрацию левитативной энергии с частичным ее переводом в энергию шестерки левитативной энергии и вот ее перевод в шестерку того самого холодного газообразного эфира в дополнение к обычному вертикальному потоку вверх именно эта концентрация энергии слабого взаимодействия и вибрационного поля в ячейке позитрона создает безинерционный левитационный эффект вместе с тишиной и охлаждением у египтян этот принцип концентрации энергии левитации и звука символизирует анг анг к тому же именно по причине концентрации левитативной силы земли анг является символом жизни о жизненной пользе левитации часто упоминает шаубергер между прочим генератор стерла очень мощный торсионный излучатель этот принцип левитации сродни тому что я описал в своем фильме ткань мироздания при анализе немецких тарелок но там не используется магнитная концентрация левитативной силы а в основном применяется сепарация электронов и позитронов с помощью вихря и материалов имеющих высокое сродство к электрону типа меди без которой не обходится и сюрл но в обоих случаях происходит сдвиг электрон-позитронов баланса в сторону позитронов что и задает системе левитативные свойства можно было бы конечно рассказать о других фрагментах технологии Сёрла которые мне удалось разобрать но лучше сделаю это в отдельном фильме когда все вырос в голове хочу лишь добавить что Сёрл не первый кто использовал эту технологию вот этот рисунок с перстня друида на нем нанесена схема энергогенератора подобно Сёрлскому но с помещением трех роликов внутрь обруча а не снаружи рисунок взят вот из этой книги в которой еще много подобных рисунков правда я уже лет 6 использую расшифровку этого рисунка для расчета некоторых циклов и как-то не догадывался использовать для получения энергии самым лучшим мастером по использованию позитронной энергии я считаю Джона Уорл Килли правда он называл ее эфиром и творил настоящие чудеса в областях левитации гравитации дезинтеграции и получения механической энергии с помощью приборов сделанных из материалов типа меди серебра золото платины и других имеющих высокое сроство к электрону но это требует отдельного подробного фильма а лучшим экспериментальным подтверждением того что звук можно сконцентрировать и перевести в другую энергию является сонолюминесценция где сконцентрированный в точку ультразвук трансформируется в синий свет это похоже на некоторые объекты в космосе если это так то звук как-то передается в вакууме кажется звуки в небе и обилие полярных сияний в непривычных местах является тому подтверждением возможно электронный заряд земли меняется на позитронный а это приведет к потере магнитного поля земли и всему что с этим связано если же вы опять ничего не поняли из моих объяснений то скорее всего потому что не можете отказаться от классического наваждения где гравитация это притяжение а не давление а электричество всего лишь поток электронов и пока вы не посмотрите на мир через расстановку сил в ткани мироздания то так и будете благоговеть перед негативной энергией торсионными полями и чудесами эфира в этом случае могу посоветовать лишь пересмотреть этот фильм еще но отбросил классические принципы пока не станет доходить иногда мне приходится просить информацию по многу раз тот же фильм о Сёрли просмотрим более 15 раз но это дает свои плоды в виде понимания процессов мое искреннее уважение и поздравление динатрону осознавшему диэлектричность воздуха и сумевшую получить из него электричество теперь было бы здорово если бы кто-то имеющий в своем распоряжении трубки-ранки поставил опыты с получением электричества на выходе из них применив для этого сетки из меди и других материалов как было предложено в моем первом фильме удачи в творчестве напоследок покажу мой любимый фрагмент фильма тайна живой воды демонстрирующий самый древний и чистый опыт позитронной левитации с помощью звука не знаю почему но меня давно тянуло побывать в доминиканской республике при этом я прекрасно понимал что ни встречи здесь ни пирамид как в Мексике ни загадочных храмов и географов как в Перу и вот в ноябре прошлого года я с друзьями отправился в доминиканскую республику летели самолетом Boeing 777 компании Air France на борту этого самолета в кресла пассажиров вмонтированы мониторы на которой транслируются фильмы игры карту маршрута полета а также изображения с бортовой видеокамерой показывающей проплывающие внизу пейзажи океана и другие при подлете к островам Карибского бассейна друг обратил мое внимание на неестественно правильную прямоугольную форму части дна Карибского моря как будто кто-то разровнял его в этом месте спустя какое-то время после прилета я решил более внимательно рассмотреть этот участок морского дна и окончательно убедился в его неестественном происхождении он напоминает последствия работы какого-то гигантского бульдозера сгребшего такие огромные массы грунта что из них получились острова Гренада Доминика Мартиника Седвинсент и другие но тогда какого же размера был этот агрегат если вырутые им ямы может поместиться несколько островов размером с Гаити да и зачем понадобилось выравнивать дно моря если внимательно присмотреться то в правой верхней части виден п-образный рисунок как бы подобный остаткам фундамента от какого-то гигантского строения а в центре квадрата точечная выемка как бы от засыпанного колодца но чем больше я изучал этот участок карты тем больше вопросов возникало если здесь кто-то зачищал много породы перелопатило ведь достаточно было просто сравнять все с землей а дальше поработали бы домные отложения как в других местах кроме того берега Куарта-Рика как будто выгрызли каким-то агрегатом это ты зачем и ведь подобные следы я уже где-то раньше видел и вот я вспомнил что подобные следы оставляют роторные экскаваторы при разработке карьеров с полезными ископаемыми сравните следы от ковша ротора на заднем плане со следами на карте но обычный роторный экскаватор может оставлять за собой стену высотой в несколько десятков метров даже если это такой монстр как баггер 288 здесь же сотни и сотни метров да и ширина следа ковша такая что у него поместится небольшой город возможно ли существование такой техники если задуматься над размерами НЛО замеченных вблизи солнца и земли то думаю что возможно на этих снимках гигантский НЛО заправляется от солнца или просто летает около него а на этом снимке сделанном в инфракрасном диапазоне со спутником ГОЭС-8 17 июля 1992 года запечатлено НЛО на Тихим океаном к западу от Чили его диаметр около 240 миль или больше 300 км а если учесть еще что многие НЛО как раз в воде и обитают то думаю что техника для подводных работ гигантских размеров у них имеется более того чтобы строить такие НЛО необходимо очень много материала и естественно его нужно где-то добывать так почему не использовать нашу планету в качестве одного из рудников конечно мысль была сумасшедшей и нужно было ее логически обосновать первое что из него вытекало так это то что делать карьеру могут лишь там где есть полезные минералы второе острова группы Гренады являются отпалами горно-обогатительной переработки и потому рудного сырья на них нет третье что при такой глубине добычи до 6 км непременно происходило пересечение с пластами нефти которая часто встречается в этих местах и значит возникает вопрос с ее удалением так как НЛО ее не используют четвертое становилось понятно образование плато Наска и Пальпа они тоже отвалы созданные на мылной технологии пятое объяснялся способ засыпания слоем земли мексиканских пирамид вместе с городами из-за чего люди их и покинули причем не так уж давно меньше тысячелетия назад получается что Америка была открыта после того как здесь закончили работу пришельцы и зачистили следы устроив череду войн и просто резни на жертвенниках чтобы по максимуму уничтожить культуру память и письменность шестое причина засыпанности землей боснийских пирамид крымских и других тоже стала приобретать объяснение при этом вполне возможно что египетские пирамиды также были засыпаны а фароны просто их расчистили седьмое стало приобретать объяснение истории с камнями ики и артефактами вальдемара джонсруда для проверки этих догадок мне пришлось на несколько недель засесть за интернет чтобы собрать информацию по таким вопросам как происхождение нефти золото редкоземельных металлов формирование горных пород и ландшафтов на суше и на дне океанов и много чего еще эта информация привела к размышлениям и выводам которые все в сокращенном виде будут показаны дальше если вспомнить Захарий Сичина то согласно его расшифровке шумерских табличек Бог говорил золото и серебро моё медь и олова человеку а если заглянуть справочник по добыче природных ресурсов то можно узнать что доминиканская республика в 80-х годах занимала пятое место в мире по добыче золота вот как примерно это происходит сейчас обгрызенные экскаватором берега Пуэрто-Рико говорят о том что там еще не все добыто залежи руд меди и никеля на острове действительно есть только почему-то в небольших количествах и находятся они как раз со стороны древней карьеры наверное пока плохо искали проверка в справочниках подтвердила отсутствие рудного сырья на островах Гренады Доминики Мартиники и других то есть они являются древними отвалами поэтому главные природные ресурсы здесь представлены красивыми пляжами сельскохозяйственными землями и строительным сырьем правда те кому не лень думать и проверять данные скажут если это отвалы то как на них могли возникнуть вулканы как например Диабло-Тен в Доминики или как Монтпеле на Мартинике в результате извержения которого 8 мая 1902 года погибло все население города состоявшее более чем из 30 тысяч человек или как вулкан Цуфриер на Сильвенсенде взорвавшийся за один день до Монтпеле и унесший жизни 1565 человек да так же как десятки подобных вулканов только намного меньших размеров существуют на Донбассе и других в ледопывающих районах и называются телеконами где они не только дымят фумароми как Диабло-Тен но иногда еще и извергаются приводя к человеческим жертвам как это было перед 9 мая 1966 года на шахте имени Демитрово тогда после временных дождей произошел ополдень телекона с последующим взрывом типа извержения уничтоживший рабочий поселок в котором заживо сгорело много народа но откопать удалось только 60 обгоревших тел и это был не единственный случай извержения телеконов только высота телеконов обычно не превышает 150 метров а здесь горы до полутора тысяч метров не считая четырех или пяти километров подводной части кстати на планете встречаются телеконы и куда более древние чем донецкие вот к примеру 1200 шоколадных холмов расположенных на филиппинах очень даже напоминает телеконы вот телекон вот шоколадный холм вот телекон вот шоколадный холм и остров напротив пляжа гренады тоже чем-то напоминает телекончик интересно что лучшим способом борьбы с самовозгоранием телеконов оказалось разравнивание верхушки их конуса и ограничение их высоты сорока метрами то есть в телеконах как и в пирамидах для активации энергетических процессов большое значение имеет форма а это фото спекшиеся породы демонстрирует что температура в телеконах не меньше чем в вулканах и сравните цвет выгоревшей телекона с цветом вулкана вопрос возникший с удалением нефти и газа которых в этом районе немало как и в соседнем мексиканском и которые нельзя просто сжечь потому что это вызвало бы экологическую катастрофу как во время войны в персидском заливе прекрасно подтвердился когда я решил проверить природные ресурсы тринидад и табага помимо больших запасов нефти там есть крупнейшее на планете асфальтовое озеро Печлейка площадью 42 гектара и глубиной 80 метров вмещающие по оценкам экспертов около 6 миллионов тонн асфальта сколько из озера не берут асфальт меньше оно не становится а все время пополняется асфальтовые озера из залежи битумных песков которые вполне логично являются отходами добычи руды есть также на восточном побережье соседней Венесуэлы не говоря уже о нефти об их древности можно судить хотя бы потому что в одном из битумных озер США нашли остатки мамонта сколько народа сломало мозги пытаясь понять как и зачем были созданы географы Наска а так ли они важны ведь более важный вопрос как были созданы ровные поверхности это требует во много раз больших усилий лучшее предположение было озвучено Андреем Скляровым в фильме Перу и Боливии до инков где он объяснил это с сиревыми отложениями после всемирного потопа по дороге попадают какие-то ложди этот поток силевой поток останавливался вода в дальнейшем испарялась и образовывалась вот тот самый пункт Наска Бальба очень напоминает последствия силевого потока когда грязь глина вместе с камнями все это перемешку стекает одной лавиной но вот лично меня тогда смутило то что как-то выборочно прошлась волна всемирного потопа совсем затронула территорию уже в каких-то ста километров к югу от Наска и так же не обнаруживается никаких следов всемирного потопа к северу от Наска теперь же я по-новому взглянул на происхождение плато Наска и Пальба при этом Пальба даже интереснее чем Наска потому что при анализе карты обнаружится вот такая структура которая очень похожа на то что возникает на месте выливания взвесей песка и мелких фракций камней и по странному совпадению имеет латинское пульпа Думаю что в грунтах плато Наска и Пальба металлических руд и тому подобного нет потому что они являются отходами горнодобычи эта фотография показывает что там же имеются большие объемы песка без камней и как они там отказались да наверное вот так же так же сравните последствия работы земснаряда и холм с геоглифом по-моему одно и то же конечно следующие в этих вопросах люди скажут что это бред нельзя поднять на трубе пульпы с полыжниками на большую высоту они просто ее забьют да и давление будет громадным да нашего технология нельзя но это делал Виктор Шаубергер в книге энергия воды на странице 133 описано как в 1933 году по заказу Альпин Монтайн Виктор Шаубергер разработал деревянную трубу для перемещения железной руды в водном потоке при наклоне всего в 1% скорость перемещения руды была столь высока что она вылетала одной сплошной серой массы почему это было возможно да потому что он использовал технологию основанную на энергиолитации а не гравитации как в НЛО я об этом упоминал в предыдущих фильмах пульпа с заряженной левитативной энергией сама потещет вверх без насосов и давления причем с огромной скоростью и хотя это стоило в 10 раз дешевле чем транспортировка по железной дороге финансирование проекта было остановлено в связи с ухудшением общей экономической постановки а технология стала забытой здесь же работы велись на дне океана посмотрите на карту дно океана она хоть и заретушированная но все равно видно что есть довольно ровные откусы а сами берега очень крутые и аккуратненько вычищены внизу даже с углублениями к склону на дне почти нет скал и мутевых потоков весь мусор со дна перекинут на плоту Наска и Пальпа и другие ну что можно добывать на дне океана согласно геолога разведки там очень много конкреции содержащих полиметаллические руды и фосфаты их запасы по некоторым данным превышает 100 миллиардов тонн руды что во много раз больше чем в развитых месторождениях на суше эти рудные шарики образуются на разных глубинах из раствора сомей в результате вулканической деятельности и другой недавно японские еще и выяснили что на дне Тихого океана в районе Гавайских островов содержатся конкреции с редкоземельными металлами примерно в тысячу раз больше того что разведано на суше а они являются основой для цифровой техники и вообще передовых технологий и когда я внимательно посмотрел карту дна вблизи Гавайских островов то понял что там уже кто-то вовсю заняты добычей посмотрите на эти странные следы между островами какие естественные процессы могли их сформировать и почему они прерываются трещиной с выходом лавы а также почему так круто обрывается стена в желоб если он должен был быть заполнен лавой как здесь ну и также почему вот в этом месте все камни от скалы примерно на расстоянии 10 км отброшены в эту сторону какой естественный процесс мог это сделать да и сам рельеф вот этого крутого склона напоминает то что мы видели на берегу Карибского моря посмотрите на эти странные следы на дне океана здесь как будто чем-то разравнивали а вот здесь высыплю груду камней то есть даже видно что эта груда камней упала именно на этот участок и вообще при внимательном рассмотрении дна Тихого океана невольно приходишь к мысли что его поверхность напоминает грядки картофельного поля да и размеженно оно не слабо на тысячи километров сейчас его разделили между собой ведущие мировые державы и теперь придумают с чем все это добывать некоторые проекты выглядят вот так но мне почему-то кажется что тот кто разравнивает дно океана для выращивания конкреции присматривает за выражением и не даст их просто так забрать если конечно эта работа сейчас не поручена земля нам что же касательно происхождения географов то как мне кажется с одной стороны они напоминают калибровку каких-то дистанционных приборов для обнаружения подземных залежей природных ископаемых особенно когда линии расходятся из одного центра то есть летательный аппарат висел на месте и только направлял луч подбирая параметры которые к примеру при настройке металлодетектора называется отстройка от земли при этом луч посылался под углом к поверхности чтобы сканировать пустую породу а не глубины горные слои а с другой стороны похоже здесь еще настраиваться оборудование для сбора камней волки как это делается при раздельной уборке картофеля как пример современных возможностей намывных технологий покажу искусственные острова арабских эмиратов представьте если такое могут люди то что доступно тем чьи космические корабли сотни раз больше земных после плату пальпа и нас я по-новому взглянул на образование песчаных пустынь в Африке Аравии Австралии Китае при Каспии и других они в основном все являются отвалами горнодобычи рассказы ученых о том что песок с моря надул мало убедительны как могло надуть эту гору песка тем более что берег обрывист разговоры о том что он образовался при разрушении гранита тоже не убедительны потому что гранит разрушается трясло и обломки подобные по составу тибетским горам или другим а потом посмотрите как сильно контрастируют по цвету скалы и песок к тому же скалы часто выглядят такими молодыми и крепкими что непонятно как с них столько песка насыпалось некоторые места в пустыне Сахари и вовсе наводят мысль о телеконах засыпанных песком просмотрю более подробно образование пустыни Такламакан в Китае ее возникновение ученые объясняют о разрушении горных пород рекой Тарин но это не выдержит никакой критики потому что пустыня образовалась чашей из высоких гор эта местность зимой сильно промерзает и даже покрывается снегом то есть если бы песок образовался медленно то все взросло кустарником и лесом отсутствие растительности говорит о том что песка пришло много и за короткое время при этом пришел песок с соленой водой скорее всего Каспийской или Аральской судя по этому космическому снимку вода пришла отсюда и посмотрите как эти горы напоминают крутые подмытые берега глубокого озера то есть можно предположить что первоначально здесь был очень высокий уровень воды которая потом прорвалась в район нынешней пустыни Гоби вода поступала со стороны пика Ленина и посмотрите как вырезана водой седловина между губами предыдущая вода не только затопила долина но и убила солью все растительность по подсчетам ученых соли здесь десятки миллионов тонн эта местная соляная аномалия позволяет мумифицировать трупы естественным путем при этом их сохранность лучше чем у египетских посмотрите на эти фото а заодно задумайтесь кто здесь живет раньше 4000 лет назад судя по лицам по крови одежды медным топорам и домовинам в смысле гробам также задумайтесь над названием пустыни Такламакан в периоде с Уйгурском покинутый кров и почему китайские археологи обнаружили здесь около тысячи покинутых городов причем некоторые имеют форму круглую не свойственно местной архитектуре а больше напоминающий аркаин такими же отвалами горнодобычи со дна Каспийского моря является пустыня Каракун посмотрите пески двигались с гор к морю это видно по ландшафту и теперь они ползут по твердой материковой глине снова в Каспий а образование глиняных такыров скорее всего связано с тем что легкие глинистые фракции уносятся дальше гравия и песка похоже Каспийское море это заброшенный карьер ну что здесь можно было добывать возможно золото как это делает сейчас ну и все те же конкреции как выяснилось Прикаспийский район раньше был дном океана и на нем скопились вот такие огромные шарообразные конкреции только здесь их добычи сильно мешали газ и нефть в Каракумах есть интересные объекты типа ворота в ад в действительности это результат неудачного бурения газа скважина просто провалилась в полость а выходящий газ пришлось поджечь вот и горит он лет пятьдесят а этот колодец получился после выгорания газа и сравнить его с мексиканским священным колодцем по-моему одно и то же похоже и там кто-то неудачно бурил а стоящая неподалеку пирамида возможно является чем-то вроде часовни погибших при аварии еще один наглядный пример это Австралия континент в котором пустыня занимает большую часть территории при этом все минеральное сырье включая золото и алмазы добывается в прибрежной зоне а в пустынях только предполагается наличие полезных ископаемых откуда вообще в Австралии столько песка из океана что ли нанесло тогда почему он сразу попал в центр континента а если это остатки природного разрушения гор то куда делись глины и рудные минералы такое же происхождение у песчаных пустынь Аравии сравните черные скалы и светлые пески а это видно аравийские пески из космоса и вероятно потому здесь так много нефти что ее сюда транспортировали вместе с песками а на этих фотографиях африканские пески под частью которых тоже немало нефти похоже тем существам что занимается добычей минеральной сырье на планете водные стихии важнее суши поэтому они расширяют водное пространство и засыпают континенты отходами своей деятельности ну и еще похоже прорыв воды из средиземного моря в черное был сделан искусственно в результате чего произошло затопление части крымского полуострова вместе с частью пирамид а те что оставались еще на суше были засыпаны илом и гравием со дна моря вероятно та же участь постигла пирамиды ну и мексиканские пирамиды вместе с городами а большая любовь майянцев к змеям китайцев к драконам частые упоминания о мире нагов людей змеев в индийской мифологии да и в нашей наводит на мысль что эти существа рептилоиды а не гуманоиды и им близко водная стихия то что НЛО способны перемещаться не только в пространстве но и во времени думаю для многих секретом не является это обычно проявляется в их внезапных появлений исчезновений но это наводит на мысль что добычей полезных ископаемых они занимаются не только в одном времени а как бы рассредоточившись по его профилю в разные эпохи что в свою очередь позволяет объяснить появление человеческих следов и орудий труда рядом с динозаврами или еще более длинные времена например отпечаток ботинка с раздавленным трилобитом жившим за сотни миллионов лет до динозавров и похоже что англонарты брали с собой в те эпохи жители мезоамерики либо в качестве рабочей силы либо как прислугу типа огороды выращивать из котпостей тогда легко объясняется откуда на камнях ики обнаружены в захоронении наской паракос изображены не только динозавры но и ракоскорпионы вымершие за много лет раньше динозавров ну и коллекция статуэток Вальдемара Джинсруда находит объяснение письменностью эти люди не владели но своими знаниями поделиться хотели вот и делали это как могли по возвращении из меж временных командировок думаете фантастика прошлым летом мне в инете попались три схемы НЛО составленные ясновидящими и контактерами для американского агентства национальной безопасности по правде говоря я не принял бы их внимание если бы не изображение этих тугоплавких кристаллов подобных тревоги с октаве они предназначены для накопления темпоральной энергии используемой при перемещении во времени то есть вот это НЛО способны перемещаться не только в пространстве но и во времени форма этого кристалла подобна 3D фигуре энергопотока времени и материи получаемой из ячеек ткани мироздания полное построение трехмерных ячеек ткани мироздания вместе с ячейками пространства подобно фигуре антисимметрия только в кристалле НЛО оболочка из ячеек пространства снята в таком виде она состоит из комбинации материальных энергий и лучей энергии времени их соединение создает структуру из энергии времени и материи способные влиять на каналы времени здесь она более детально проработана чем в триакис октаве в полном виде фигура времени выглядит таким ёжиком формирующим связи с соседними узлами каналов времени и примерно на это же указывают стрелки на схеме НЛО 100 лет назад фантастикой были полеты в космос лет 30-40 назад такой же фантастикой были мобильники айподы планшеты и ноутбуки пройдут годы и перемещение во времени станет обычной реальностью вот такие размышления вышли из квадрата в Карибском море получается что мы живем на руднике который нам не принадлежит но иногда нам поручают его обслужить например удалять из него газ и нефть для чего нам внушают что альтернативы этому топливу нет и потому мы должны извлекать его по максимуму чтобы греться получать энергию ездить плавать и даже летать в космос при этом сами внушающие получают энергию и передвигаются на других принципах ну и еще забавный улыбок о том что бывшие техногенные пейзажи или устройства мы принимаем за что-то священное или непостижимое что-то это не вы Многим уже известно, что Великая Пирамида имеет небольшую вогнутость граней посередине, что делает ее как бы восьмигранной. К примеру, в книге Питера Томпкинса «Тайная Великой Пирамиды Хеопса» есть вот такой рисунок, где в несколько гипертрофированном виде показана вогнутость каменной кладки Пирамиды Хеопса. Имеется также много замеров этой вогнутости разными приборами, вот как здесь, в инфракрасном диапазоне и с помощью специальной измерительной техники. Но пока так и нет в разумительных объяснений, зачем нужна была такая сложность в ее изготовлении. Как нет разумного объяснения в необходимости столь точной ориентации по оси север-юг? С другой же стороны, известно, что у нашей планеты есть энергетическая оболочка в форме пента-додекаэдра, наложенного на экосайдр. Правда, вершины этих кристаллов не часто совпадают с расположением пирамид. Есть также группа ученых, занимающихся исследованием финслеровой геометрии, которые считают, что в основе геометрических форм Вселенной фигур пирамид и других энергокристаллов лежит ромба-додекаэдр. Я же считаю, что в основе энергетического кристалла планеты лежит фигура, выходящая из ткани мироздания. Она похожа на ромба-додекаэдр, но, как видите, является более сложной. К тому же, эта фигура при изменении вогнутости на выпуклость переходит в фигуру антисимметрии, которая широко проявлена в строении природных кристаллов, таких как алмаз, платина, золото и тому подобное. Ее изучением занимались академики шубников и белов. И если у кристалла ткани мироздания отрезать вершину, то получим восьмигранную пирамиду, но с большей вогнутостью, чем у египетской пирамиды. Если же совместить кристалл ткани мироздания с глобусом вдоль магнитной оси, то одна из его вершин выйдет примерно в районе египетских пирамид. При этом она будет ориентирована своими гранями в север-юг. Подобно к граням пирамиды. Таким образом, можно предположить, что восьмигранная форма Великой пирамиды повторяет вершину энергокристалла Земли. Энергокристалл Земли имеет 6 четырехгранных вершин и 8 трехгранных. Последние, большей частью, находятся в океанах, и только одна находится на суше в районе Саянских гор. И еще одна цепляет южную оконечность Астралии. Это наводит на мысль о том, что в мире строились не только четырехгранные пирамиды, но и трехгранные, возможно, подобные этому хребту с храмом в центре. Во времена Атлантиды пирамиды называли кристаллами, возможно, потому, что они взаимодействовали с энергокристаллом Земли. И потому их строили в местах выхода узлов этого кристалла. Но энергокристалл Земли не стоит на одном месте и постоянно дрейфует, а иногда и вовсе устраивает переполюсовки. Возможно, поэтому пришлось строить так много пирамид в разных местах. Вот, к примеру, дрейф северного магнитного полюса за последние 180 лет. Кстати, думаю, для многих будет откровением узнать, что рядом с северным географическим полюсом на самом деле находится южный магнитный полюс, а рядом с южным географическим полюсом северный магнитный полюс. По крайней мере, на эту указу стрелка компаса. А подтверждение вы легко найдете в инете. С помощью пирамид Атланта использовали энергию Земли для различных целей. От энергоснабжения механизмов и левитации до перемещения во времени, а также управления погодой, воздействия на психику людей и тому подобное. По сути, они научились управлять энергией и сознанием планеты в своих целях, пренебрегая потребностями самой планеты. В какой-то степени, подобно тому, как некоторые паразиты, поселившись в человеке, управляют его поведением и вкусовыми пристрастиями. В магических кругах энергией Земли называют врил. И думаю, для многих уже не секрет, что Вторая мировая война была войной магов. Поэтому большое значение уделялось местам силы, через которые можно влиять на энергетику и сознание планеты. И многие сражения, казавшиеся бессмысленными со стратегической точки зрения, имели глубокий сакральный смысл. Конечно же, немцы, как большие последователи наследия предков, знали об энергии врил и даже называли ею свои летающие тарелки, например, врил-1-ягер или врил-7. Кроме того, они активно искали энергетические точки Земли. И когда я сопоставил кристалл тканями раздания сглобной стороны Земли, то обнаружил, что южная вершина этого кристалла оказалась поблизости от земли Королева Мот в Антарктиде, где, по многочисленным сведениям, была создана база 211 или Новая Швабия. Также они поднимались на подводных лодках вверх по Амазонке, где в районе, известном как Рорайма, выходит еще одна из вершин этого кристалла. В этом районе имеются столовые горы, сохранившиеся со времен континента Гондваны, обладающие очень мощной энергетикой. А война Германии в Северной Африке и вовсе носила очень странный характер. Немецкие танки упорно рвались в Египет, оставляя в своем тылу недобитые английские гарнизоны. При том, что ливийская нефть тогда еще не была обнаружена, а Сойский канал вряд ли стоил таких жертв. Думаю, что именно комплексы пирамид в Египте, являющиеся устройствами для взаимодействия с энергией земли в Рил, были их целью. И только нехватка топлива остановила наступление немцев и привела к дальнейшему поражению. С другой стороны, японцы, как союзники немцев, захватили большую часть Тихого океана, включая Филиппины и Индонезию, где выходит еще одна вершина энергокристалла Земли. Кроме того, они захватили часть, казалось бы, совершенно бесполезных Алиутских островов. Но, как теперь, я думаю, это был плацдарм для десанта на Аляску, где был выход еще одной вершины этого кристалла. Зачем бы вообще странам осей планировать и вести войну на всей планете, да еще ради земель, не имеющих сырьевых запасов, вместо того, чтобы спокойно захватывать полезность экономической позиции территории? В чем смысл такой широкомасштабной войны? По моему мнению, он мог заключаться в вере в гигаспорство в прямом смысле. Естественно, меня заинтересовало, использует ли кто-нибудь сейчас энергокристалл Земли? Первое, на что я обратил внимание, была установка ХААРП. Она примерно под прямым углом соотносится с египетскими пирамидами. А луч ХААРПа можно направлять под различными углами, что снимает необходимость в его расположении непосредственно на магнитном полюсе. Кроме того, излучатели ХААРПа являются фазированными антеннами. А пирамиды, по суждениям некоторых исследователей, также представляют из себя фазированные антенны. А главный российский радар с фазированными антеннами ДОН-2Н и вовсе подобен пирамиде. Южная вершина энергокристалла попадает в океан и поэтому пришлось посмотреть, что находится на ближайших островах. На острове с чудным названием французские южные и антарктические территории имеется какая-то исследовательская база с антеннами, напоминающими харповские. Потом я проверил район Амазонки. Ближе к Рарайме идет обычная вырубка лесов и ничего похожего на харп не нашлось. Зато есть установки харп на побережье Бразилии и в Перу район Индонезии Филиппин, где выходят следующие четырехграны вершины наэропристалла. Подтверждающей информации не показал. Могу лишь напомнить, что в древности на острове Ява были построены пирамиды. Причем, как считают некоторые исследователи, эти пирамиды гораздо древнее египетских, им около 14 тысяч лет. А если присмотреться к базальтовым блокам, из которых они были сделаны, то сразу вспоминается Нанмадолу, расположенный в Тихом океане по другую сторону вершины энергокристалла и приобретший молву древнего харпа из-за своих электромагнитных аномалий. Кроме того, на острове Ява имеется одна из величайших святынь буддизма храм Барабадур, также по форме представляющей себя пирамиду. А на соседнем острове Бали. Совсем недавно немецкие ученые обнаружили замаскированную под холм пирамиду высотой 200 метров, что выше пирамиды Хеопса и по возрасту она явно ее превосходит. Шестая четырехгранная вершина энергокристалла Земли выходит на юге Тихого океана. На близлежащих островах пока ничего кроме курортов и жилья не обнаружено. Правда, некоторые острова Google не показывает подробно. Но в Иннете попались фотографии вот таких плавучих платформ ХАРП. И тогда стало понятно, что не так уж важны острова. Можно просто отбуксировать ХАРП в нужное место в нужное время. Система ХАРП была запущена в 1997 под управлением НАСА, ЦРУ и военных. Думаю, не сделаю большого откровения сказал, что многие нацисты, работавшие над программой ФАО и другими боевыми устройствами, после поражения Германии работали на Соединенных Штатах Америки. Похоже, под них в 1957 году было создано НАСА, в котором основными разработками занимался Вернер фон Браун с коллегами. То есть получается, что незаконченную гитаросами работу по управлению Энергии ВРИЛ приняли на себя Соединенные Штаты Америки. Но, как говорят, сам проект ХАРП разрабатывался нафталибергом, который совмещал в себе знания ученого и раввина. Так что система ХАРП совместила в себе оккультные знания Кабалы и передовые научные знания и технологии. И судя по некоторым стихийным бедствиям и другим планетарным проблемам, работа эта продвигается успешно. К примеру, это подтверждается неожиданными цунами в Индонезии и Японии. Естественно, теперь напрашивается вопрос о вершине энергокристалла в Египте. Случайно не из-за нее ли во всей территории Ближнего Востока срочно прокатились перевороты со сменой правительств и расцаскиванием некоторых артефактов из музеев. Как я уже упоминал, у энергокристалла Земли кроме шести четырехгранных вершин есть восемь трехгранных, которые как бы создают куб внутри октаэдра. И поскольку в основном они расположены в океане, то думаю, что для воздействия именно на эти вершины созданы плавучие установки ХАР. Возможно, эти вершины энергокристалла по причине более близкого расположения к центру планеты, а также потому, что их восемь могут иметь большее влияние на энергетику планеты, чем шесть четырехгранных. Но наиболее сильное влияние на энергетику планеты и ее взаимодействие с космосом имеют лучи энергии времени, выходящие из центра ромбов этого кристалла. И первоначально я не хотел раскрывать этот вопрос ввиду его опасности. Но когда обнаружил в инете рассказ Дэвида Уилкака «Раскрытие последней игры», касающийся в том числе эксперимента НАСА в Норвегии, то понял, что уже нет смысла скрывать эту информацию. В Норвегии имеется установка ESCAD, принадлежащая в системе ХАРП. 9 декабря 2009 года в небе Норвегии наблюдалось вот такое явление. Многие исследователи заговорили о том, что происходило открытие пространственного временного портала, поскольку в конце этого явления создалось темное пятно, подобное черной дыре. Так вот, это событие интересно тем, что луч от ESCAD был направлен к центру ромба. где энергия времени и энергия пространства создают пучность. И в этой пучности действительно может открыться пространственно-временной портал. Но по-правильному нужна была работа еще одной установки либо в Гренландии, либо на Аляске. Тогда два встречных луча энергии пространства должны были оказать влияние на центр луча энергии времени. и возможно открыть портал. Три месяца назад мне прислали карты побережья Норвегии, Сахалина и Антарктиды, где под водой наблюдаются ряды некоторых строений типа пирамид. Вот карты побережья Норвегии с рядами подводных пирамид. Не могу поручиться за ее подлинность, потому что пирамиды в таком случае должны достигать двух и более километров в основании, что во много раз больше египетских. Но если там действительно пирамиды, то это значит, что в древности кто-то уже занимался здесь управлением пространственным временным порталом. Я заглянул в гугл и ничего подобного там не обнаружил. Поэтому решил проверить Сахалин и Антарктиду. Вот присланные фото с пирамидами на Сахалине. А вот карта гугл. Как видим, вблизи острова Сахалин действительно есть ряды каких-то строений типа пирамид под водой. А неподалеку снова находится центр пространственного временного портала. Человек, приславший мне эти файлы, сказал, что были пирамиды и на берегу Сахалина, но они почему-то активно разрушались военными в советское время. А вот прислана карта Антарктиды с подводными пирамидами. Проверка в гугле дала сходный рельеф дна. Правда, это больше похоже на ряды лунок, чем на ряды пирамид. Тогда остается вопрос по карте с Норвегией. Либо ее подретушировали, либо там ничего нет. Но для проверки этого нужно либо самые первые карты НАСА, либо нужно дно просканировать, у меня появилась необходимость проверить все пространственные временные порталы, которых всего у нее 12. Поэтому центр следующего проверяемого портала был у западного побережья Африки. На дне океана ничего примечательного не нашлось. Зато вспомнилось, что рядом находящаяся маленькая и совсем небогатая страна Гамбия построила современнейший аэропорт, расширив с 29 метров до 45 и заасфальтировав очень древнюю взлетно-посадочную полосу, выложенную плитами песчаника. При этом вся длина древнего аэродрома даже не востребовалась. Так и остались не заасфальтированными крайние участки. Это что же такое в древности с него взлетало? А построила этот аэропорт и снабдила современным оборудованием НАСА с целью использования в качестве запасного аэродрома для посадки шаттлов. Центр следующего портала пришелся на побережье Флориды. И когда я раскрыл карту Google, то сильно удивился тому, что рядом оказались небезызвестные острова Бемини. Как известно, возле этого острова была найдена каменная мостовая, которая по последним данным оказалась многоярусной стеной какого-то строения. Да к тому же, как показали приборы, содержат металлические предметы типа колонн. И еще севернее острова Бемини находится что-то вот такое непонятное. А не так уж далеко от Флориды располагается станция Харп Пуэрто-Рико. И еще одна на территории Соединенных Штатов Америки. Центр следующего портала оказался юго-восточнее Гавайских островов. На дне океана ничего примечательного не нашлось, кроме вот этого тщательно сканированного участка дна. А вот о самих островах вспомнилось, что какая-то из фотографий плавучей платформы Харп сделана именно здесь. То есть НАСА здесь уже проводили свои исследования. Следующая проверка была как бы в чистом океане. Но при увеличении карты появился маленький остров под названием Рапануи, более известный как Пасхи. Так вот почему местные аборигены называют его пупом земли или глазами глядящими в небо. И тут выяснилась одна деталька. На этом острове есть аэродром, способный принимать любые самолеты. Угадайте, кто его построил и для какой цели? Правильно, НАСА и снова для посадки шаттлов. Классная легенда. Там хоть пожарная машина найдется на случай если у шаттла при аварийной посадке шасси загорится. Дальше были Соломоновые острова, возле которых я ничего не обнаружил. Правда дно Соломонового моря очень какое-то странное. Будто что-то провалилось и осталась каменная рябь, как ульда на полыне. А вообще-то это место, а именно остров Гуадалканал вошел в истории как место ожесточенных боев между японцами и странами антияпонской коалиции. После поражений в этих боях японцы потеряли наступательную инициативу и перешли к обороне. Следующий портал оказался западнее Австралии. На дне Индийского океана в этом месте ничего примечательного не обнаружило. Но в древности пирамиды острова Ява и Бали вполне могли дотянуться своими лучками сюда. Зато на побережье Австралии нашлось сразу целых две установки ХААРП. Но зря бы их сюда точно стоять не стали бы. Следующая точка оказалась на территории Индии. Это пожалуй единственный пространственный временной портал находящийся на суше а не в океане. При увеличении карты показался участок местности возле города Варанаси. А это один из самых древних и священных городов Индии. Почитаем в индуизме как центр земли. Он также глубоко связан с буддизмом и джанизмом. Ну а недалеко от этого места расположена священная гора Кайлас вместе с зеркалами времени. А на юге Индии согласно этой схеме есть еще одна установка системы ХАР только ее фотографии у меня нет. Дальше был Мозамбик где я ничего не нашел. Так же как и на соседнем острове Мадагаскар. Единственное что вспомнились случаи пропажи самолетов в странных облаках и людей с кораблей и яхт как в Биронском треугольнике. Но это отмечалось значительно южнее. между островами Мадагаскар и Маврикий. Ну а ближайшая предполагаемая мной установка похожа на ХАР находится на острове французской южной и антарктической земли. Следующий центр пространственного временного портала находится севернее островов Южной Георгии. Только этот остров почти не раскрывается. Наверное есть что скрывать. в центре портала пока ничего не обнаружено. Лишь на дне ближе к островам имеются странные участки дна. Как будто здесь поработал гигантский скрепер. Последним остался пространственно временной портал расположенный вблизи Антарктиды. Там на дне есть вот что. Можно решить что это дефекты картографии но они отбрасывают тень. Значит это что-то трехмерное имеющее объем. И напоминает подводное сооружение Йонагуни. Ну и теперь вспоминаем про остановку Харп на западе Австралии и на острове с длинным названием французские южные антарктические земли. В общем получается что весь мир опутали. Ну и для чего? только для того чтобы его контролировать включая саму планету или есть и другие причины? Кажется есть. В некоторых фильмах говорится о том что неизвестно чьи НЛО защищают земля от метеоритов и комет сбивая их. Ну вот метеорит типа ахандрит наверное кусочек какого-то стероида он оплавлен и даже образовал капельки при плавлении но это было лишь при входе в атмосферу потом было свободное падение и он остыл вот метеорит типа углестый хандрит в нем есть сажа и графит и вроде бы есть гореть но обгорела только та часть которая была на поверхности в момент входа в атмосферу при его расколе на высоте 15 км никаких следов обгорания нет то есть не горят метеориты а вот сбитые вертолеты и самолеты отлично горят так может и сбитые НЛО горят тогда возникает вопрос а это кто с кем сражается это что звездные войны так почему бы народу об этом не рассказать может потому что неизвестно чем все это закончится и чтобы лишний раз панику не сесть а то ведь в последний раз все очень плохо закончилось цивилизация была почти уничтожена а остатки ее отброшены в каменный век частично я рассказал об этом в прошлом фильме ткань мироздания рудник объяснив причину появления пустынь тем что большие территории земной суши были залиты смесью воды с песком и камнями по сути были смешаны с грязью как например майянские города с пирамидами вы только присмотритесь к этому фото что могло разрушить тыльную часть этих пирамид если не мощная струя воды торнадо не счет не осилит но недавно мне подвернулось еще лучшее тому подтверждение в пустыне сахаре есть структура решат называемая еще глаз сахары ученые так и смогли объяснить ее происхождением потому что она сложна осадочной породами но в действительности объяснить можно легко если взять шланг и полить из него некоторое время на твердую землю или глину вертикально в одну точку а потом дать высохнуть и посмотреть что получилось примерно оно самое и получится острые края ямки и осадочный слой в центре только здесь ямка диаметром в 50 километров и потому образовались еще дополнительные кольцевые отложения а в центре видна стенка обычной бочажины отпадение воды но только очень большая потом ветер унес песок и вот теперь эта краса удивляет народ это сколько же городов должно быть погребено под песком сахары ну а теперь примерьте эту версию на разрушение строений в Боливии на озере Тетикака и Перу осколков ракет там никто пока не находил только металлические стяжки от строений а вот последствий водных потоков с грязью и камнями хватает как будто поработал гигантский гидромонитор невозможно в такое поверить а если НЛО имеет диаметр больше 300 километров что в 10 раз больше диаметра Москвы то сколько рек и озер она может себя вобрать а потом вылить остатки же человечества похоже подверглись с психотронным воздействием и опостились до состояния каменного века а знания сохранили только те кто вырыли себе норки поглубже и отсиделись там пока не закончилось отупление масс после чего из норок вылезли и провозгласили себя жрецами и правителями а может планета устав болеть человечеством вызвала службу дезинфекции и хорошенько от него почистилась только мы не усвоили урок снова наступаем на те же грабли готовим упряжку для нее чтобы ее и порулить а зря эволюция как известно движется по спирали и некоторые элементы прошлого повторяются в будущем поэтому нужно помнить прошлое и делать правильные выводы на будущее хотя возможно под землей есть другая цивилизация куда летает НЛО как здесь через вулкан и мировое правительство просто выполняет их задание но смысл всего рассказа сводится к тому что у планеты есть энергетическая оболочка которую некоторые люди пытаются управлять атланты злоупотребили использованием энергокристалла земли и разрушили свою цивилизацию а чем закончится нынешняя игра с энергокристаллом планеты очередным утоплением или чем похуже типа образования нового пояса астероидов ведь Тесла говорил что мог бы легко расколоть землю но только никогда этого не сделает а смогут ли другие вовремя остановиться осталось немного напомнить о строении ткани мироздания из которой получен исследуемый пристал в графическом виде на плоскости она выглядит так при переводе в трехмерный вид вот так эта структура состоит из двух типов материальных энергетических кристаллов условно их можно назвать электронный и позитронный они разделены энергией пространства но связаны энергией времени в месте пересечения времени и пространства образуется пучность в которой находится портал в другие измерения или точнее плотности сознания и если в эти места посылать управляющий сигнал то действительно можно много чем порулить не только планетой а так выглядят структуры из энергии пространства и времени формирующие отдельный кристалл энергии материи условно соединение всех энергий можно продемонстрировать как соединение слоев материальных энергий со слоями энергии пространства времени в единое энергетическое поле называемое эфиром вакуумом или суперструнами от самых нижних уровней бытия до вселенских в этой структуре заключена причина квантованности и голографичности мироздания а математический аппарат к этому думаю найдется в работах Шренивасы Романуджана вот для взаимодействия со всем этим и нужны системы типа ХАРП этого не может быть трудно и страшно в это поверить но так это не вопрос веры это проверка очевидности в смысле видящий глаз и проснувшись от думающих мозгов все перед вами смотрите и осознавайте мы творим реальность в этой матрице но как правило по чужой воле и потому не помня прошлого и не зная будущего помни я лишь предлагаю узнать правду больше ничего у Субтитры создавал DimaTorzok